а во сне ты просто в коме лежишь да так у меня блять еще когда я просыпаюсь с этого похмелья когда пришел мне ничего не помолевал лицом подушку упал на следую про просыпаюсь у меня все лицо из царапана собственными волосами то есть я лег на волос и он за ночь вмялся в мне в кожу и потом не было ни разу такого это вынимаешь из щеки огромный длинный волос который должен быть в голове и такая царапина остается так вы вчера до 8 утра пили не не до 8 утра водка пива а уж так я готов всегда что у вас новый логотип про брендинг почему вот мы выросли у нас и новые камеры ну камера да не хороший логотип да прикольно обновить а сегодня у нас еще будет фпс посмотрим что витек командой а с тобой тогда сидели в масках. Да, я пришел в крутой маске. У тебя тогда отменялись концерты все. Так уже все, мы уже все в Москве сидели. Да, 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 было такое. И все те концерты, которые тогда отменились, ты уже перенес и как раз вот в предыдущем туре съездил, выступал. Впереди новый тур. Да, тур, впереди новый тур. Сейчас я расскажу про него. Еду в тур, значит, в феврале. Да, вообще очень большой. В феврале я еду в тур. Тур. Начнется в феврале тур в Архангельске, а закончится он аж в мае на Сахалине. То есть я вообще с Архангельска на Сахалин, то есть буду везде. Там многие... Как будто с Архангельска на Сахалин это чисто по прямой. Не-не-не, но не так. Типа там еще, короче, будет 50 городов вообще в целом. Да, 50. Ты в Москву будешь заезжать за это время? Да, да, буду заезжать. Но там большая часть из этих городов уже можно на моем сайте найти, сергеерлов.рф. Да? Я русский, потому что... Вот, и там будет список пополняться и так далее. Слушай, у тебя вообще на английском нету точка ру, точка ру, только сергеерлов, точка рф. То есть человек, у которого нет русской раскладки, тебя никогда не найдет. Да найдет, наверное, если набрать сергеерлов в сайт. Ну, я понял, да. Можно, да. Так, дальше. Ну, будет 10 концертов в крупных городах с комиками на пару. Будет с Пашей Дедищевым концерты, с Лавкачевым Севой и Расулом Чабдаровым. И в этом туре не будет баров и ресторанов. Будет вообще все топ. Театр. Ну, не только театр. Ну, там будут, да, в основном будут такие, с театральной рассадкой, хорошие места. Мы, чтобы зрители пришли, комфортно сидели, никто ничем не жаловался того, что там кто-то кому-то мешает и так далее. Вот мы стараемся сделать, чтобы лучше было все, как у взрослых. ФО, продуктивный год. У тебя этот тур был с барами? Много было каких-то баров именно? Слушай, да в этом, вот этот, который прошел, уже меньше гораздо было баров. Ну, они были, но было гораздо меньше, чем... То есть, если раньше, там, в первый тур я поехал, то вообще, по-моему, в основном в бары. А вот этот тур последний? Нет. Уже больше вот залы. Круто это. Да в залах вообще... Да вообще класс выступать в залах вообще. Слушай, иногда можно... Да, но не то, что реакция. Вообще чувствуешь себя артистом настоящим. А вообще, ну, если вот... Иногда интересно выступить в каком-нибудь баре. То есть, я бы выступал там в Уфе, там в баре. Как там вообще было потрясно. То есть, я помню, ну, там такая атмосфера просто создалась. Ну, может же быть и обратная. Может вообще не создастся. И тот, допустим, где я выступал... Что, были плохие выступления? В барах были. Ну, бывало. Ну, как плохие? Мне казалось, что все идет не так, как я хочу. Что люди там какие-то напились. Ну, бывает, сильно напиваются люди. То есть, они приходят, понимаешь, уже под шофе и такие... О, Серега! Да, 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 да. Я вот об этом... Ну, даже записал там пару шуточек в этот... В новый концерт, что... Я вообще не понял, что за образ я себе создал бессознательно. Вот, чувак, даже вот так вот. Я за вчера как раз мы когда шли бухать, я такой, бля, подкаст в час, идти бухать плохо, ну, типа, будет плохо. А потом такой, так у меня Серега в гостях. И я реально в своей голове такой, Серега, так это оправдание быть с похмельем. Да, бля, я что-то... Какой-то ужас. Какая атмосфера. Ну, ладно, ничего страшного, на самом деле, я не переживаю на этот счет. Ну, просто какой-то образ создался, и он создался, по большей части, сам. То есть, я не вкладывал в него. То есть, я не строил. У меня нету дома на стене красных ниток, где я такой, так... Нет, это ты. Это же круто, что просто... Так нет, это должен развиваться стендап-комик. Ты себя просто больше раскрываешь. Ну, да, я люблю. Та часть, которая близка людям, она, типа, и запоминается. Ну, я еще люблю... Ну, то есть, я не только... Ну, нет, так уж я прям запойный товарищ. То есть, я люблю выпить. Пока. Ну, возможно, пока. Но мне нравится пока, что мне нравятся там другие вещи тоже. Там спорт там какой-нибудь. Мне тоже нравится. Какой? Это смотреть драки? Не, мне нравится сейчас вот заниматься. Вот я хожу, иногда занимаюсь. Но я ненавижу вот эту качалку, сразу скажу. Я ненавижу, блядь, какую-то качалку. Блядь, это скукота. Вообще, я не понимаю, зачем люди туда ходят, если честно. Чтобы поддерживать свою форму. Так куча других интересных... Интересных методов поддерживать свою форму. Ну, слушай, если она хочет конкретно жопку накачать... Ну, кто она? Ну, это она. Ну, хорошо, ну, вот она, да. Ну, хорошо. Ну, это, конечно, это радикально. У меня, знаешь, сейчас у меня такой возраст, видимо, радикальных мыслей в голове, что я такой, да хуйня это все. Весь тренажерный зал – бред. Да, да. Ну, я, конечно, понятное дело, что тренажерный зал как сопутствие. Мне кажется, тренажерный зал как сопутствие. То есть, спорт. Каким бы спортом ты ни занимался, у тебя на профессиональном уровне будет три раза в неделю качалка. Просто, чтобы развивать те группы мышц, которые нужны в этом спорте. Да, да, да. Ну, и я вообще, ну, то есть, есть люди, вот я приходил туда, и мне, у меня была эта бесплатная тренировка с тренером по качалке. И я, значит... Угу. Это у меня жирный попался у тебя. У меня попался чувак, который сигами вонял. Ну, это не суть. Ну, мне, типа, не все равно. Бля, вот все таких бесплатных дают. Ты смотришь такой, сука, тебе бы самому подкачаться. Ну, мне, типа, ну, я все равно вообще. Ну, то есть, мы... И он... То есть, он правильно где-то там показывал что-то и так далее, проверял там какие-то мои мышцы там на... То есть, на силу. То есть, он... Ну, он тестировал, какой у меня уровень вообще, типа, ну, что я могу делать. Ну, я с ним позанимался и такой, ну, ладно, и все, я пошел. Он такой, ну, смотрите, у меня вот там такое-то расписание, я не собирался его брать вообще. Потому что, ну, ты мне уже все показал. А все остальное, что мне надо больше, я его смотрю в интернете. Да, и все, что он будет делать за бабки, это говорить, делай. Делай, стоять с душой и считать. Ну, или не... То есть, если людям это надо, то, не знаю, мне... Некоторым надо. Ну, возможно, я не знаю. Ну, и в итоге ты сейчас какой спорт для себя выдал? Я вот... Мне посчастливилось, благодаря моему товарищу Славе, мне посчастливилось провести ознакомительную тренировку по бразильскому джиу-джитсу у черного пояса. По бразильскому джиу-джитсу... Джиу-джитсу. А это что это? А, это они, да. Это эти. Жопкинс и Шлепкинс шумят. Жопкинс и Шлепкинс. Но она очень тихо шумит, ее практически не слышно. А ту я отнес в эту. А это кто там сидит? Там сидит Жопкинс. А Шлепкинс где? А Шлепкинс в той комнате. А они когда вместе, они балуются сильно? Они жрут друг друга нахер. Прям едят? Ну они пиздятся. Да, в одно ухо прокусано. Я боялся, что они убьют. Одна убьет вторую. Блин, какие жестокие. Да. Такие милые и такие жестокие. Серега, ты говорил про джиу-джитсу. А что, а мы... А, да. Ну, в общем, мне очень понравилось в плане, что меня очень вдохновил этот процесс вообще. То есть я ходил... У меня на районе есть бойцовский зал. Я туда ходил, занимался, типа, что-то подобие там, наверное, не знаю. Тайбо. Ну я не знаю, я не могу назвать это боксом, потому что боксом... Ну я просто ходил, бил по лапам. Тайский бокс какой-то. Ты с локтями? Вот это тебе? Да нет, нет, ну... Нет, тайбо это когда, типа, фитнес с элементами... Короче, это ерунда. Хуйнёй я занимался. В общем, ну я просто ходил, мне нравилось, потому что так мне больше мне... Больше мне интересно проводить время. То есть я пришёл, там попрыгал, там попрыгал, постоял на лапах с кем-то, там чуть-чуть поспринговался, там, и раз, полтора часа нету. И всё, я домой иду весь мокрый. Мне нравится то, что я не сидел на этой дорожке, ебливая, и к этому минуту... Я тебя прекрасно понимаю. Я ходил на бокс до того, как сломал руку. Ну вот, это, короче, интересно. Но я ходил, мне интересно было, но не так сильно, как вот я сходил, и там мне объяснили. И вот это... Вот это вот само джиу-джитсу, сама вот эта борьба очень мне понравилась. Слушай, вот для меня первые, во-первых, 30 секунд, когда ты говорил джиу-джитсу, я думал, что это капуэра. Это борьба такая. Когда Эдди, где из Тейкин Трик танцует брейк-данс и типа бьёт всех. Ну не важно. Вот это было бы... Капуэра, кстати, уже тоже где-то можно, я уверен, в Москве. Ухан. Помнишь Рому Хана? Да. Он метр пятьдесят. Да. Кореец. Да. Он занимался капуэрами. И, короче, есть всякие студии в Москве, которые можно... Куда можно записаться. Вообще хорошая идея. Капуэру, хочешь пойти? Капуэру, прикинь, как это круто. Ну капуэру выглядит очень эффектно. Очень эффектно. Капуэра, Капуэра, и потом хуякать. Их дискредитирует почему-то, я не знаю. Я смотрел какой-то фильм... Это шоу больше как будто. А я смотрел какой-то фильм про Капуэра, и там говорят, что вот эти вот... Это такой танец, ну такой боевой танец, который придуман, потому что рабам было запрещено тренироваться, именно заниматься боевыми искусствами. И они так маскировали, то есть под танцем они маскировали какие-то боевые действия, и потом они привязывали к своим конечностям какие-то острые ножи или наконечники, и вот таким образом убивали. То есть получается... А, вот эти секущие движения. А, да, 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 да. Ну я вот это в фильме, что типа они привязывали ножи какие-то и иглы, и вот так убивали. Не, у меня всегда... Есть пара видосов, где просто там какой-то вот ринг, куча толпа народу, Капуэрщик разминается. Да, да. И один тип ходит просто по кругу рядом с ним. Он делает к нему один сальто, удар от этого типа, и Капуэрщик просто лежит. Это я не понимаю, почему я тоже много видел фильмов, почему их так дискредитируют этих видов. Потому что, наверное, это реально так, чувак. Ты это танец, а это единоборство. Ну то есть здесь ты должен прыгать и делать сальто, а здесь попасть кулаком в ебальник. Но Эдди Куда чуть ли не самый крутой персонаж в Текине. Им очень легко играть. Да, да, да. Эдди Текин третий. Да, я помню, что если ты... Просто все ноги жмешь, и он танцует. Да, да, он танцует, и можешь даже не дать возможности удара сделать. У меня оттуда именно из Текина ощущение, что Капуэр это что-то невероятное. Так вот, джау-джитсу. Ты сказал, что там какая-то философия. Да, там такая философия. Ну как, конечно, у каждого она, наверное, своя, но как я понял, я еще не в теме сильно, но типа и как я понял, это такая история, когда ты минимум прикладываешь физических усилий и напряжения, понимаешь? То есть ты должен быть расслабленный, ты должен принимать... То есть это... Их еще называют шахматисты, потому что это очень тактическая борьба. То есть тебе надо думать, куда поставить ногу, куда поставить руку, как этим заниматься. Ну то есть, короче, если в трех словах, ну я же говорю, мне пока... Ну то есть я смотрю в основном в интернете все это, и она построена... Та тактика построена так, что неважно, как... То есть это похоже к самбо чем-то, что, ну, только самбо как раз-таки взяли у джиу-джитсу, и ты знаешь, да, как самбо появилось российское? Самбо, это там есть баланс, и в основном это в карнавальных платах. Да, да, да. Но есть еще советская самоборона без оружия, и она появилась так, что советские деятели, спортсмены, и, по-моему, если не ошибаюсь, они еще были... Греко-римской борьбой как-то связаны, нет? Нет, насколько я помню, это военнослужащие, ребята, спортсмены, поехали по миру создавать, вот Советскому Союзу был дан указ создать свою систему единоборств, которую будут преподавать в военных силах вооруженных, где будут ребята заниматься эти спецагенты, ну там, я не знаю, спецотряды. И вот они поехали, они посмотрели на джиу-джитсу, посмотрели на все-все, и приехали... Собрали свои. И приехали, да, и собрали свои вот это самобороны без оружия, и там в целом тоже, ну, то есть понятно, почему они похожи, и одежда, то есть спортивная, тоже похожа, и там уклон идет на то, что неважно, какой ты сильный, неважно, насколько ты весишь много, все идет от рычагов, ну, ты выстраиваешь свое положение тела таким образом, что тебе не надо сильно тащить, допустим, тебе достаточно просто поклониться влево, и за счет массы своего тела ты там заберешь руку, сделаешь какое-то полевое, или удушение сделаешь, ну, там по-разному. Ну, короче, понимаешь, это такая история, где тебе надо очень много думать, где тебе надо, ну, понимать именно... Без понимания ты не сможешь туда влететь, тебе надо именно понять, как работает этот рычаг, чтобы его правильно сделать. Если ты просто будешь лететь, как допустим... То есть это, короче, бросковая какая-то история. Ну, нет, там бросков не так много, как там очень много партера. Очень много... Возни в партере, да. Для людей, которые любят зрелищ. Как это тренируется? Ты реально возишься со своим тренером? Ну, не с тренером, с парень партернером, с другими ребятами. С другими чуваками? Да, ну, для людей, которые любят зрелищное единоборство, наверное, это не очень зрелищно, конечно. То есть там нет такого какой-то активной истоки. Ну, если ты чуть-чуть там разбираешься, то ты смотришь, можно даже стоять на паузу, смотреть, как чувак аккуратно, круто там засунул руку. И большинство, типа, людей такие, ну, возня. А тебе интересно, на самом деле. Ну, мне в целом интересно. Я смотреть люблю очень. Пока что я продвинулся в основном в том, что смотреть. Но в целом у меня есть желание заниматься, конечно, большое. О, прикольно. Это вторая ветка карьеры было бы клево. Типа сначала полгода у тебя туры, полгода ты дерешься. Блин, я бы с удовольствием... Шестиугольники. Я бы с удовольствием... Я бы с удовольствием... Крошишь тебе лицо просто на кулаках. У меня мечта вообще, вот, допустим, в каком-то виде спорта, в таком, значит, достичь там через год, через два вот этой вот минимальной штуки, которые дают... Ну, для меня это будет все. Я буду мастер с такой... Типа белый пояс? Ну, типа вот самое... Самое первое? Да, вот самое первое от лоха. Самое первое от начинающего, самая первая ступень. Если я за два года что-то такое возьму, для меня это будет чемпионский пояс. Это же очень уже просто, нет? Ты, по-моему, выходишь на одни соревнования и все. Ну, до них еще надо дойти, до этих соревнований, знаешь, тоже. Без нашим образом жизни и с нашим образом... С нашей работой. До этих соревнований нужно еще дойти. Как минимум встать. Я вот полгода назад, когда задевался боксом, я такой, ну все. Я в какой-то момент, я такой, бля, я бы хотел на соревнования, бля. Думаю, бля, меня так нахуу шатают, ради чего все это. Но хотелось бы там... Ну, значит, просто там полгода мало, но года через два было бы здорово. То есть у меня сейчас 27, будет мне там 29, 29, 30. Блин, ты отрываешь просто эту ветку, и потом у тебя будет следующее соревнование. А ты хорошо выступишь. Ты хорошо себя покажешь. Тебе предложат бой. Предложат бабки, Сережа. Да нет, ну конечно, какие бабки, ты что? А чего? Они скажут, а вот Медийный. Нет, давай мы... А он Медийный, он комик, он с историей, он с аудиторией. Бой, знаешь, что прикольное с тобой договорится, что через два года мы встречаемся с тебя на подкасте, и я принесу тебе этот самый первый какой-то ступень. Поиск. И уйду из спорта навсегда. Из спорта? Да. Я думал, из юмора, бля. Я борец. Знаешь, типа, громко завершу карьеру на первом этапе. Все, я достиг всего, чего хотел. Знаешь, громко, как Хабиб, это сделать, типа. Ну просто очень... Потому что, ну надо, понимаешь, я вот в какой-то момент... Это, видимо, тоже приходит с опытом, то есть и с улучшением качества жизни тоже, что немаловажный фактор, потому что я приехал в Москву, и вот три года я был... Мой мозг занимался только тем, чтобы зарабатывать деньги и устроить себе качественную жизнь. И когда ты думал о каком-то спорте, то у меня, ну, следующая мысль сразу посылала нахуй эту мысль, потому что я думаю, какой спорт? Мне надо вот сейчас сидеть, бля, писать, бежать, выступать, где-то там танцевать, бля, чтобы с кем-то... Ну, что-то делать, общаться, кто же, да, в нашей работе еще немаловажный фактор именно вот общаться тоже, надо общаться постоянно. Да, это необходимо. И сразу, а как только твоя жизнь начинает лучше быть, понимаешь, то есть ты начинаешь задумываться о том, чтобы ходить куда-то, заниматься каким-то спортом, и нужно понимать, какой спорт все-таки тебе близок, какой он тебе понравится, потому что вот это мучение, которое я испытывал вот и на этих беговых дорожках, я это проклинаю нахуй вообще. Я в художественной гимнастике эти охуенно представляю с Леночкой после вот этого новогоднего видоса с этими. Охуенно, любимая часть из клипа. Вот я реально художественная гимнастика с мячом, понял, вот эта хуйня? Ну, в целом, почему... Ну, на самом деле, гимнастика... У меня, кстати, очень... Вот это вот... У меня растяжки почти нету. Я очень деревянный. В этом плане ноги просто вот... Понимаю, то же самое. У меня вот так вот я расставляю, типа, на полметра друг от друга, у меня начинает все больно. Меня очень сложно ебать в миссионерской позе. Я не смогу. Да, все, я буду орать. Я буду орать не от того, что меня... Ай, как, блядь, да ну, пидорасы, у тебя приходят смс... Это что такое? То есть вы... Поставь авиарежим. Долбоеб. Ладно, надо было авиарежим бросать. А что это такое? Короче, какой-то чувак заплатил сейчас 200 рублей, взял твой номер телефона и поставил его в эту базу, чтобы тебе ото всех сервисов, дели мобиля, блядь, Яндекс.Еды, приходили всякие коды, дебильные подтверждения. Тебя не взламывают, у тебя не забирают никакие деньги. А почему это у тебя происходит на подкасте? Я, потому что какой-то долбоеб считает, что это классный прикол. Он это сделал с драком, это сделал с Гариком, он это сделал с Васей, а? С Дэном он это сделал. Теперь он это делает. Откуда ты взял мой номер телефона? Вот это какой-то долбоеб из нашей... Ты понимаешь, что это из нашего круга общения, потому что это явно... Ну, то есть, у кого-то есть номер в открытом доступе. Походу, я понял, откуда он взял, надо это убрать. Все, я понял, походу. Это в открытом доступе? Я понял, видимо, да. Все, я понял, где надо, я знаю, где убрать. Как минимум, один вариант точно я знаю, где этот долбоеб может взять, и почему именно это происходит со стендап-комиками, я понял. А где? Я связь нашел. А это не этот ли злой долбоеб? Ну, закончится эфир, я тебе скажу, что мы просто сейчас... Я понял, что мы его никак не переорвали. Это просто для меня. Ты не про того же злого долбоеба помнишь? Ну, типа, не про него ты подумал? Нет, нет, не про него. Я просто понял, где вот этот человек может взять номера комиков. Я знаю, и где они могут лежать в открытом доступе. Ну, все, после эфира разрулим. Короче, да завязывай ты, чувак. Ну, видишь, что ты сделал. Была беседа, мы что-то шел как-то разговор. Раз, Серега начал волноваться, беседа сбилась. Так все, вот для этого он это и сделал. Он это для этого и сделал. Ну, чувак, ну, каждый раз... Ах ты пидорас хуесос. Ты пидорас хуесос. У тебя нет жизни. Твои родители тебя не любят. О, Господи. Ты знаешь, а вдруг он какой-то... Я помню, в детстве я смотрел фильм, назывался «Поклонник». Это очень жуткий российский фильм. Я его смотрел с бабушкой на втором... На канале «Россия». На втором канале. И там, короче, фильм про то, как какой-то педофил влюбился в девочку. Ну, прикинь, на канале «Россия» вот такое было кино. Блядь, я вообще, на самом деле, прикинь... Это не Лолита? Нет, нет, я сейчас вспомню. Я прикинь, я все ужасы российского кинематографа посмотрел с бабушкой. Вот «Груз-200» я посмотрел у Гордона на закрытом показе. Вот прям сидел и смотрел. Потом с бабушкой я также посмотрел «Ворошиловский стрелок». Помнишь, это пишет... Он хороший. Это хороший фильм, но я помню, что он меня просто... Впечатлил? Настолько сильно впечатлил, что я на сегодняшний день был сам не свой, потому что я там увидел сцену насилия над женщиной. Да, да. И мне стало очень жутко от этого. Я помню, кстати, этот момент. Я тоже помню, смотрел это ребенком. И... То есть, да, там восторжевывала справедливость, но такая грустная и такая, ну, типа, ужасная. Все плохо, и справедливость восторжевывалась в том, что плохо теперь у всех. Да. И такой посыл. Ну, я помню, что вот... У меня до сих пор, вот как я помню вот эти чувства, я когда слышу о какой-то... Если я слышу о каких-то попытках, попытках насилия к женщине, вот именно сексуального насилия, и если это еще из какого-то моего окружения, моя знакомая или знакомая, или девушка, которая когда-либо видел, и она мне рассказывает, это... Во мне, во-первых, сейчас это пробуждает невероятную дикую ярость. Мне... Я прям на полном серьезе думаю, что, вероятно, если когда-либо я такое увижу или замечу, то я на полном серьезе, мне кажется, смогу вот за такое убить человека. Вот это, наверное, одно из вот этих вот, знаешь, красных тряпок, потому что, ну, я вот это насилие, ну, вообще в целом, настолько сильно во мне как-то это все... Ну, и, знаешь, и жуть, такая жуть. И я вот это все посмотрел на втором канале. Бля, про насилие я... Ну, и вот, кстати, этот фильм рассказать тебе про этот, про поклонника. Бля, можно вставку про насилие? Хотя, ладно, у меня просто отношения с девушкой были и... Которая пережила такое? Да. Ну, тяжело. И я причем, ну, то есть... Ну, то есть это прям любовь. Человеку прям любовь. И когда я узнал об этом, вот именно ощущение... Это было давно, это было в ее, типа, там, детстве. Это было в районе, там, 14-15 лет. Это был какой-то левый чувак с ножом, который просто по пути от школы до дома где-то прижал. И прижимал он так несколько девочек, его потом поймали. Но, короче, осознание этой мысли и вообще, что вот такое было, и понимание все-таки, какие травмы... То есть ты же узнаешь человека лучше, и ты понимаешь, какие травмы были нанесены, при том, что человек живет полноценной жизнью, он вроде как это прошел. Но, узнаешь, когда близко, ты понимаешь, что есть какие-то такие табу или страхи, которые, ну, не должны быть у этого человека. А они просто присутствуют, и ему приходится, типа, с этим жить. То есть на психику точно это мощно влияет. И вот у меня было... Я не знаю, где он... Найти, где он сидит. Понимаешь? Найти, где он сидит, закинуть денег туда каким-то мужикам, потому что это так работает. И попросить, чтобы мне скинули фотки, как его бьют. Вот такая, понимаешь? Это настолько... Я тебя понимаю. И вот ты засыпаешь с этой мыслью, такой, бля... Это праведный такой... Типа... Ну, это даже неправедный, как-то такая вот эта... В тебе загорается вот это чувство нездоровой справедливости. Того, что... Но оно нездоровое. Почему? Потому что этот человек вот это уже пережил. И единственное, что мы можем сделать правильно в этой ситуации, как мне кажется, это сожалеть о том, что произошло. И, ну, проявить эмпатию, какое-то сочувствие. Потому что своим желанием отомстить, ну, ты лучше точно не делаешь человеку. Определенно. Тем более ты начинаешь... Блин, ну, ты закрываешь свое чувство, что ты ничего не сделал. Отомщил. Что ты не помешал. А ты сейчас... Понимаешь, ты сам себя жертвой выставляешь в этой ситуации. Мало того, что этот человек жертвой, а ты себя начинаешь жалеть, хотя ты тут ни при чем. Ты свое эго ставишь впереди, чем ее. Да, да. Ну, по идее, насилие, насилие... Насилие... Но тебя я тоже понимаю, что такие чувства, они возникают, потому что тебе кажется, что, ну, так не должно быть. И, понятное дело, почему так не должно быть. Ну, нет, просто еще хочется, чтобы этот человек почувствовал боль того человека, которого, ну, типа, его причинил. Да, к сожалению, от насилия никуда не деваться. Я поэтому вообще очень тяжело переживаю все моменты, любые моменты насилия. Вот даже, то есть, я безумно боюсь, и, то есть, у меня страх возникает, я, допустим, когда я вижу какую-то драку на улице, или когда будет драка на улице. То есть, несмотря на то, что, типа, я понимаю, что, в целом, ну, если в этом участвовать, то надо что-то делать, но внутри меня паника каждый раз. А не адреналин, Серег, мне кажется, это адреналин. Это адреналин, паника и ужас. Я невероятно боюсь. За мясо? Да, я боюсь. Ну, то есть, я думаю, каждый человек этого боится, просто некоторые меньше. Но у меня вот этот ужас, потому что я столько, вот, ну, вот это вот насилие бытовое, дурацкое насилие, оно вот с самого детства, когда я видел, как чуваки драгируются, старшеклассники на улице, и я видел вот эти удары в лицо, ногой, вот этим ботинком зимний. Беспощадные такие. Абсолютно беспощадные, просто в лицо с этим ботинком, знаешь, огромным. И я видел вот эти, вот знаешь, когда белый снег, и вот чувак лежит, у него вот этот ранец рядом, вот это вот это все капает, на белый снег, просто на белоснежный. И он сидит, вот так прикладывает вот этот снег к лицу, он тоже становится весь красный. И я с самого детства вот это вижу, и такой, о господи, блядь. Я видел, как вот, и знаешь, мне просто повезло, у меня в школе, когда я уже стал старшеклассником с 9 по 11 класс, как-то мне так повезло, что мои одноклассники и моя вся параллель, ну, очень хорошие ребята все были, и мы дружили, и никогда, ну, то есть там, если стычки были, они были очень редкие, и очень быстро занимались, у нас никогда не приветствовался буллинг, ну, если кто-то там кого-то обижал, потому что тот слабее, или что-то еще, то он общественно порицался. Никого там сильно не обижали. А вот, когда я, когда мне был 3-2 класс, я видел, что у ребят там 10-9 класс, это было просто сплошно, ну, рядом. А потому что ты 90-го? Я 93-го. А, 93-го, ну вот, а эти ребята как раз где-то 85-го, там 85-го, 84-го ребята много сильно дрались. Я видел, как чувака однажды в бассейне, чуваки задрочили старш, то есть, нам было лет, может, по 9, а там в бассейне плавали другие чуваки, и они окружили другого парня, одного окружили, подплывали к нему и царапали его до крови, ему спину, тело, царапали и смеялись над этим. Водные кошечки такие. Да, какая-то, ну, то есть, они царапали, ну, то есть, не вот так царапали, типа, а они прям царапали сильно, понимаешь, что у него оставались следы, и он ничего не мог им сделать, они не выпускали, что его из бассейна. Но мы потом, кстати, пошли и нажаловались. Это все, что мы могли сделать. И потом царапают. Но мы нажаловали, что они обижают. Слушай, а вот как это связано? Почему? Вот у меня вот тоже подумал, нету тяги к насилию, наоборот, считаю, что любой вопрос стоит решать словами, и всегда так рос. И более того, я действительно благодарен маме, что меня в свое время отдали не на футбол, а не... Вот сейчас будут тем, которые есть, потому что меня отдали не на футбол и не на, не знаю, каратэ, а реально в эти бадильные танцы. Да, тогда я типа обламывался, но сейчас я там вижу плюсы этого. А ты обламывался, пока ходил? Ну, я обламывался первые три года. Так, у них это вообще большое время. Это с первого по третий класс. А ты маме говорила бы с первого по третий класс не сильно можешь вообще мнение какое-то иметь. Ну, вот я не сильно мог что-то заявить. То есть, у меня просто были типа с первого по третий класс танцы, плавание и еще какая-то хуйня, я не помню, и теннис, по-моему. Плавание обалденно тоже. Вот за это огромный респект. Действительно, кайф. Плавание складывает нормально тебя, как физически. Просто как-то гармонично оно складывает, потому что нагрузка в воде, она не такая убогая, как в зале, или там где угодно. Да, Джордж Сен-Пьер тренируется в воде. Это такой один из горцов бойцов, да. Так вот, короче, почему даже из-за того, что у нас нет никакой любви к насилию, мы все это прорицаем, внутри, я все равно сижу и смотрю в интернете эти драки уличные, я все равно, когда люди пиздят ОМОН, я просто такой, млядь, и сам записываюсь на бокс, и вот мы с тобой будем, и вот в ринге я бы получил какой-нибудь пояс. Не, правилам, когда все смотрят, меня точно не убьют. Это не жестокость, мы же говорим про жестокость, это не жестокость. Ну ладно, да, это... И это не насилие, ну то есть насилие... Это ответ насилию, в любом случае, это защита, это как-то, я вот, короче, пытаюсь понять, откуда идет желание... Откуда у людей идет желание приносить другим людям ну вот физическое насилие, типа, влече? Это, наверное, мне понятно, откуда в нас, в людях, которые против насилия, есть еще и желание научиться единоборству, научиться правильно наносить удар, вот это вот. Я в этом плане себе точно могу разобрать, что я, когда прихожу в зал, я себя там чувствую абсолютно безопасным, в безопасности, и там есть люди, и самое главное, что, вот, понимаешь, я же занимался много где, типа, разными вещами, я не имею в виду спорт, а разными вещами, типа, условно, даже стендап, даже еще, и мне очень понравилось, что, когда ты приходишь заниматься, допустим, единоборствами или каким-то спортом, и ты понимаешь, что ты вообще ничего не умеешь, и ты там об этом говоришь, у меня нулевой уровень, люди абсолютно не смотрят на тебя свысока, они наоборот тебе хотят помочь, вот, и очень часто говорят, ну, то есть, они наоборот еще сильнее, активнее врываются, чтобы тебе помочь, поддержать новичка, а в неком, вот даже, условно, стендап, когда ты приходишь, бля, вообще пиздец, вообще, на тебя вот так могут смотреть, что ты там пришел, блядь, вообще, то есть, ребят, ну, то есть, понимаешь, разницу, то есть, там нету... Я думаю, это еще у нас молодая индустрия, все-таки, сама эта тусовка. Да, мне повезло еще, что я начал тогда еще, когда это... Один из первых вагонов. Да, но и плюс ко все, что если бы я сейчас пришел выступать, и там какой-нибудь калантарян, блядь, на меня там что-нибудь смотрел, допустим, я вот такой, о господи, я больше не приду, а тут ты понимаешь, ты приходишь, а тут приходишь, там стоит какой-то мастер, типа, и он держит тебе лапу условно, ты бьешь по этой лапе, абсолютно коряво, блядь, как телка. Простите, феминистки. Я понимаю. Ну, типа, ужасно, да, и он не говорит тебе, типа, блядь, чувак, вот так, вот так, вот так правильно делаешь, хотя ты неправильно делаешь до сих пор, он говорит, вот уже лучше, уже лучше, хотя еще вообще не лучше, но ты уходишь оттуда с чувством того, что ты что-то чуть-чуть, как-то там плюсик себе поставил, маленький, но поставил, и вот это мне нравится, вот именно в этих, и я чувствую себя там, в плане того, что я чувствую себя в безопасности, и когда, ну, ты чем-то таким занимаешься, я не чувствую, того, что я вот сейчас что-то сделаю, знаешь, такое человеку больно, Я вот этого не хочу делать Я скорее-то как, наверное, вот как баскетбол или футбол, наверное Ну, типа мы играем Мы играем Не, кайф В баскетбол тоже пойти поиграть один кайф И для меня вот это там прям в бильярд поиграть Без спорта, но другой кайф Но я понял, что я отвечаю сейчас пиздец Подумал, почему и зачем мне это И я понял, что я, честно говоря, хочу в момент, когда я чувствую опасность Быть готовым И вот это подозревает рака Я хочу этот адреналин, который возникает Чтобы он не переходил в чувство страха А чтобы он переходил в желание действовать И то есть, вот у меня четко Я хочу иметь базу для уверенной самообороны Ну, это хорошо Вот единственное, зачем я иду У меня создалось такое впечатление, что в этом мире В том сейчас, в котором мы живем Тебе необходимо Ну, типа Это все фикция, что, типа, все Хорошо, тебя здесь не будет обижать Тебя будет защищать полиция Тебя будет обижать полиция Слушай, ну, в плане в полицию Я тебе вообще не советую с ними что-то лезть В драки какие-то Сразу попадаешь под статью нападения Как минимум, нет, как минимум Я могу защититься Ну, нет, если тебя начнут они бить Они найдут куда тебя ударить Чтобы ты не защитился Короче, по отношению к полиции Мне кажется, вот это уже странно Вообще, вот это мне кажется уже странно Что мы должны научиться защищаться Чтобы нас не били полицейские люди Которые должны нас защищать Я вообще, я вот тут недавно Вот у меня пытаюсь разогнать сейчас штуку Ну, у меня пока есть только заход Через какое-то время Посмотреть Наготовно Короче, у меня есть заход Что, типа Мы вчера разговаривали с другом Что у полицейских есть план Ну, то есть мы все знаем Что у полицейских есть план На нехороших людей Допустим, на убийц Или на насильников И есть план То есть по плану Должно быть их 100 человек И мы все об этом знаем Точно так Ну, я не знаю А как еще? Ну, по-моему, не прям настолько Но я вот По-моему, есть план по наркоманам Какой-то Ну вот, смотри У тебя, типа, план То есть Они уже в нас не верят изначально Ну, то есть Какие статистики Да, они такие, типа 100 человек мы должны поймать Найдите Во-первых, они знают Сколько здесь наркотиков Потому что я Ну, то есть они все Такие, ну, нам примерно Из этого количества Надо столько-то наркоманов Забрать сейчас Ну Короче Ну, ладно Если план на убийство Ну, допустим Ну, это странно вообще Что мы все знаем Что есть какой-то план И что в целом Ну, изначально нам говорят Вас Вы все ублюдки Нехорошие И мы вас найдем По нашему плану Знаешь Помнишь Ну, часто ты слышал Что, типа, там Чувака кого-то приняли Потому что план Надо выполнять Слушайте, а напишите Блин Вы правда Давай спросим Напишите Если есть кто из органов Напишите Есть ли у вас план По убийцам Просто интересно Чтобы я ни хуйню не разгонял Ну да А то это будет разбиваться Просто реальность Реальность, да Спасибо За это О, реклама Реклама Блин, у меня отключился Премиум Карточку заблокировалась Ой, это вообще Я не могу, кстати До сих пор себе купить Я до сих пор слушаю музыку По полчаса Вконтакте или где-то Потому что Ну, сначала Я, короче, хотел купить Эту подписку Ну, там, Apple Music Или что там Что-то такое Но каждый раз Когда у меня Ну, я иду Включаю музыку Вконтакте Она полчаса играет И мне полчаса Как будто в день всегда хватает Как будто бы мне жестко хватает Ну, это Ну, просто Когда Ты вот этот чувак Который в магазине Наедается пробником Да, ну, или Типа, знаешь Когда я, ну, слушаю И я понимаю Что это Все закончилось И я говорю Ну, то есть У меня нет проблем Купить эту подписку Просто я еду Обычно в это время Где-нибудь в метро Я захожу И там нельзя Apple Pay Оплатить Надо вручную ввести Все данные И я такой Да, в пизду Не буду Потом куплю И я вот так Потом покупаю Уже несколько лет Слушай, я уже пару месяцев Без подписки На Ютубе И ты тоже такой Надо было в первый месяц Тоже столкнулся с тем Что это не так все просто С одной картой Другой почему-то Перекинуть было И в итоге Она так и висит Так я Тоже вот Я подключил Там этот PS Plus Тоже он Меня снимает Там Постоянно Но я в PS Plus Раньше я не сильно Пользовался А сейчас пользуюсь Играю Онлайн Извинись, Рёг, что я отвлекся Я пошел Про план смотреть Напишут, что В Советском Союзе Прям был план Нет Слушайте Смотри Ну я вот не знаю Насколько верить сообщению Которое начинается Со слов У мусоров Ты явно не из органов Чувак У мусоров точно есть план Особенно он важен Под конец месяца И в это время Сложнее всего Откупиться Если тебя принялись С наркотиками Например Потому что Им важнее Закрыть месяц Чем твой кэш Звучит логично Именно с наркоманами Опять же С убийцами Ребят Что есть с убийцами Есть ли план на убийц Не, просто Это тогда совсем нелогично Тогда реально Ему Нужно Чтобы кто-то Из его соседей Кого-то убил Чтобы Ну как будто бы Да Я же говорю Вот в этом вся странность Понимаешь Что в этом странность Что у них есть план Ну типа План на плохих людей Он такой Сегодня В этом месяце Плохих людей Должно быть Тысячи человек И если ты поднимешь Руку и такой Ну а если Люди изменятся И станут хорошими И мы не найдем Тысячу Они такие Значит Подбросьте им Труп В карман Да Футболка С Дамакуном Ребят Ну вы не расскажете Ну ладно Что за футболка С Дамакуном А Вот это Вот это Вот этого чувачка Завод так Дамакун Блин чувак Ну я же ответил А что там Он просто спамит Продолжает спамить С чем футболка С кем футболка Так Серег Короче Насилие Отстой Вот Сто пудов Насилие Насилие Отстой Нельзя никого бить Если он этого не хочет А если он этого хочет И даже просит Вы несколько раз Все равно спросите Как ты хочешь Чтоб я тебя ударил Ну я имею ввиду Во время секса Так же кто-то спросит Ну почему нет Как именно Можешь мне Как именно Силу удара Обязательно А желательно Напиши мне Памятку Телеграм Слушай Все Вся спонтанность Уходит Это и есть Некое прощупывание Ты шлепнул так Смотрел Типа Какая реакция Потом шлепнул Посильнее Смотрел Какая реакция А просто именно Так Как тебе нравится Чтоб я левый душил А правый Бил Тебя По соскам Тебя когда-нибудь душили Меня Время секса Ну да Было что придушивали Не сильно Не сильно Так чтобы ты Начал звездочки Мне кажется В этом весь понт По идее Вот кстати Еще плюс Единоборств Таких как Борьба Что ты можешь Душить не так И ты можешь Увидеть новые Способы душения Типа вот так Ты будешь Лежать Можно За спину Зайти трахать И вот так вот Душить Или ногами Третьеугольник Как Кабиб Гейджи Выиграл Прикинь Тебе делают Миниета Ты раз набросил Третьеугольник Стучи Когда будет плохо Не один раз Очень душили Во время секса Девушка Прям такая А когда мы поженимся Красиво Очень душно Очень душно было Харок Лайф Вообще Он В жизни Такой же Как у вас На стриме А сколько Вообще Как у тебя Вообще Двигаются Дела Ты слушай Намного лучше На самом деле Спасибо Что спросил Вы Новые Камеры Шторы И Мы сейчас Скоро Начнем читать Донаты С Донейшн Лертс Лертс У меня тоже Кстати Есть До ночи На лертс Лертс Ладно Мы твои Не сможем Почитать В общем Мы будем Через некоторое Время читать И мы сейчас Уже Блин Я несколько Эфиров Сделал Я читал Донаты С самого Начала Я почувствовал Ся прям Стримером На это Прям можно Подсесть Я такой Ну давай Я еще Посижу Не знаю Реально Еще пару Раз Сиськи Покажу И два Раза По полтиннику Мне придет Примаешь И вот Это уже Мотивация Так Стоп И сейчас Я даже Ну Прям Так Первое Время Мы сначала Говорим А потом Уже Долго Но я Могу Скать Дорогие Подписчики Спасибо Вам Мне пришлось Быть чуть-чуть Тяжелее Чем Было Поэтому Спасибо Вам большое Особенно Там Некоторым Товарищам Которые У меня Чувак Из Вологды Денисович Он мне Вообще Скинул Что-то Тысяч Двадцать По-моему За один Стрим Я тогда Вообще Ну то есть Я выключил Стрим У меня Такое Ощущение Было Что я Прям Вообще Ну Я Обязан Чем-то Блин На самом деле Я Вот Искренне Вахуе От того Сколько Народу Действительно Готовы Донатить Помогать Вот эта Вся История Я когда Этим Всем Начинал Заниматься Я такой На это Вообще Не стоит Рассчитывать Вообще То есть В моей голове Это не было Никакой Нужно Фигачить До тех Пор Как Пока Не придет Авиасейлс Вот как Было В моей голове А сейчас Я понимаю Нет Людям Если нравится Они будут Поддерживать Твой рост Я не помню Кто сказал Мне понравилась Очень фраза Что люди Люди Хотят Дать тебе денег Просто Позволим Это сделать Дай им Возможность Заплатить Тебе Ну То есть Когда ты что-то Дай возможность Им заплатить Дай возможность Им отблагодарить На самом деле Мы очень много Недооцениваем В плане Вот эти вот В микроплатежи Вот эти вот В играх Типа вот эти вот Это же вообще Ну Такая ключевая история Которую сейчас Добавляют везде Знаешь Ну то есть Когда люди себе Покупают Шапки Скины Ну окей Так Прекрасно знаю Я играю в Warzone И че Ну Ну это же Это же те же самые Донаты по факту А донат игре Точно Я так для себя Это оцениваю Я такой Я сейчас Я играю в эту игру Бесплатно Уже очень много Она мне нравится И здесь есть Красивый скин Чувака Который как будто Куст кнопли Естественно Я за него заплачу денег И типа Я вам задоначу Ну Потрясающе Вот че хотел Серег Еще перед тем Как мы позадаем вопросы О Скоро еще у меня выйдет мерч Мы сделали Мы сделали Мы сделали Пока тестовые варианты Шутки король Возможно мы скоро запишем Мерч Но у нас будет там Мерч Будут футболки С столовской едой Блин будет такой Просто столовская еда Какая-то Сейчас покажу Ты можешь На самом деле Если я тебе Ну типа Вот так будет Такая Смотри Хочешь покажем зрителю Ну давай Ну я потом сделаю Хорошие фотки Выбрать эту фотографию Сейчас А у меня бутса нету Ну да Мне нужно как-то И Витька Нет я сейчас на почту Я просто быстренько Бутс Короче ладно Я сделаю нормальные фотки Посмотрите Ну типа Я на него Не сильно там ставлю Ну прикольно просто А когда ты обновишь Именно мерч на сайте Так у меня еще пока нету мерч Там были только значки Слушайте А еще сделал для журнала Супа Для видеожурнала Прикольно Ну да Я не знаю Насколько это будет видно Качественно Заморочился По качеству принта Хорошие Хорошие принты Не разъестся Через 2-3 Принты хорошие Принты хорошие Ну вот Мы думаем Ну на самом деле Я не то чтобы То есть там такой О я такой Пизда ты мне нужен мерч Просто Мне Я люблю одежду Просто до безумия Люблю Это прикольный способ Доната тоже Да Да И самому мне нравится Знаешь Мне нравится вот сделать Что-то что я с собой Ассоциирую Знаешь там футболку Вот с этим сделал Я со своим там Видеожурналом Или там Со своим логотипом И она делала Такое это я Это я мое Уникально Да Или вот Люблю Допустим я люблю Король и шут Я вот надеваю Этот худи И такой Ну мне нравится То что мне нравится Группа И в целом Я люблю Вообще одежду Вот у меня в этом плане Такая история Потребляцкая Достаточно Я до сих Ну сейчас уже Я сильно успокоился Ну гораздо сильнее Чем раньше Но вот эти гештальты Мы с женой закрывали Наверное Года два Наверное Три Это просто вообще Безумное количество И мы И так получилось Что мы совпали Понимаешь Обычно люди идут В торговый центр И типа Обычно там Как девушка ходит Смотрит А парень такой На хуй Мы сюда пришли А у нас нет Мы как безумные Можем ходить Часов по пять По торговому центру И покупать себе Какие-то вещи Просто И мне очень нравится Одежда Мне очень нравится Хорошо выглядеть В плане В плане одежды И я поэтому Иногда не понимаю Так некоторых людей Ну которые Вообще хуй забивают Ну то есть знаешь То есть они Надевают Типа Ну ты еще не самый яркий Пример на самом деле Ну тоже у тебя есть иногда Но в целом Ну знаешь Меня удивляют люди Которые Ну вот Реально вообще Ну им похуй Да ладно Ты мне про меня это говорил Ты такой Да тебе вообще похуй Про прическу Я такой Я нормально Про прическу Прическа у тебя такая Бывала Да что ты просто Таков Ну тебе идет Такая прическа Вот чем прикол Ну короче Да Я люблю К категории Которые Ну я могу выйти В домашних штанах Ну да Но в целом Я люблю заморочиться Именно Мне не все равно Что за мне Ну какая обувь На мне Какая одежда Я не знаю Как Я не знаю Вот как это Расценит Это вы знаешь Как-то Нас еще привыкли Как-то так воспитывать Что ты типа Ты шмоточник Или что значит Шмоточником Быть не прикольно Ну типа да Да Ну что ты типа Ты такой весь Материалист А я не знаю Что в этом плохого Если это не разрушает Мою жизнь Как говорится То есть Ладно бы Если бы я последние деньги Тратил на одежду Так я же не трачу Последние деньги на одежду Я трачу те Которые у меня есть Ну типа И это далеко То есть я могу позволить Себе это сделать И в этом ничего плохого Тоже не вижу Ну лучше бы тогда Кошкам и собакам отдал Ну это типа Типа Это удовлетворение Какого-то Ну такого Мирского Кайфа А я не вижу в этом Ничего плохого Мирское тоже хорошо Нет ничего плохого Ну просто это говорит Типа Невозмышленности Да-да Вот Да я понимаю О чем ты говоришь Но мне кажется Что когда ты Себя проецируешь Через одежду Свой внутренний мир Это и есть Какое-то Это и есть Какое-то Ответление Твоего Духовного Ты Вот с помощью этого То есть Как-то Себя проецируешь На людей С помощью одежды Понимаешь Ну вот То есть Не сказать Что это Да не просто Твой внешний вид Много что говорит На самом деле Чуть-чуть Грязные волосы Производят уже Другое впечатление О человеке Чем он Если будет Просто в чистом Там я не знаю Яркая Пестрая оденешь Ты серая оденешь Это два разных человека Заходят в комнату Именно по Вот какой-то Энергетике Да Поэтому Это некое Как Представление Тебя Я поэтому Очень восхищаюсь Людьми Которые Очень тонко Чувствуют стиль И Знаешь Вот есть люди Которые У которых есть деньги Которые Покупают дорогие вещи Допустим Но стиля не чувствуют И Ты смотришь И по отдельности Каждая вещь на нем крутая Классная Но она В нем А есть люди Которые Очень круто Сочетают стиль И Вещи могут быть Из секонд-хенда Да Или Могут быть Могут Да Потому что она там Этвинтаж ищет Какой-нибудь Да Но выглядят они очень круто Вот допустим Как этот художник Миша Либерти Знаешь Миша потрясно выглядит Всегда И он всегда Четко знает Че С чем с чем сочетается И так далее И на самом деле Некоторые знания Ну нужно там В плане одежды Да Мы когда ее покупаем А ты сам про свой стиль Что думаешь Ну я не знаю Мой стиль Сколько колхозный Наверное Но это только из-за того Что мне так нравится Ну я не знаю Но он такой Он такой с оттенком колхозности Конечно Сто процентов Типа по максимуму Взять чуть-чуть больше Чем Ну я сейчас стараюсь сочетать То есть смотри Я там некоторые прочитал То есть я подписан там На одного чувака Который там рассказывает Про одежду Про уличный типа стиль И то есть там Некоторые вещи Которые очень банальные Но я почему-то Их не брал во внимание То есть когда ты надеваешь Допустим Оверсайз Какой-то худи То и штаны у тебя Должны быть Не узкие Блять Джинсы Понимаешь Что ты не очень Смотришься И кроссовки То есть не должны быть Знаешь Есть кроссовки Которые Визуально делают Ногу больше А есть Визуально делают Ну вот тоже надо Вот этот момент Учитывать именно баланс Того как ты выглядишь Чтобы это все было По структуре одинаково Ну я не знаю Как я могу Мне очень тяжело Сказать Как я одеваю Я всегда спрашиваю Насте Когда выхожу Я говорю Как я выгляжу Она говорит Отлично Ну я пиздую Но она никогда Еще не говорила Плохо Никогда Потому что любит тебя Серега Наверное Наверное Ну вот Настя Тоже у меня Умеет тоже одеться Наверное Ну как по мне Я смотрю Она всегда хорошо Подбирает одежду Да нет На самом деле Вот кто в нашей семье Так хуй забивает Так это Олеся Вообще Она вообще люто Насрать ей Абсолютно Я когда с ней хожу То есть Знаешь Иногда сладится впечатление У меня иногда Сладится впечатление Что типа Мы знаешь Мы идем в магазин И я там что-то Тут куплю Там куплю Там куплю Она идет И типа Я такой Блин А почему Ну то есть Я говорю Пойдем Я вожу там Какие-то магазины Я говорю Хочешь Купим тебе Что ты захочешь Она говорит Я не хочу Я говорю А почему Она говорит Ну у меня же есть одежда Я говорю Ну давай купим Еще какую-то красивую Зачем У меня есть одежда И я прям такой Блин Ну она точно Хиппи Знаешь Когда у меня Ну вот этот Минималист Я такой Ну как Я ее очень хорошо понимаю Да Да А я вот так думаю Типа У тебя же есть одежда Я такой Да есть Но бордового-то нету Бордового у меня нет А бордовый Именно бордовый Зачем Чтобы собрать всю гамму На любое настроение Да Чтобы был еще бордовый Понимаешь Ну как это у тебя черный есть А бордового не будет Слушай Серег Мне кажется Ты еще Не было у тебя такого момента Где у тебя есть какой-то шкаф Или целая коробка вещей Которые были одеты Надеты Один раз И Больше ты их никогда не брал И такой вот здесь Я не знаю Там тысяча долларов Которая была потрачена Просто спонтанно На хуйню Вот Есть наверное Да А Ну Ух ты Ничего себе Ну есть конечно Но смотри Это потраченная тысяча долларов Спонтанно на хуйню И я счастлив Что я смог это сделать Что я смог спонтанно Спустить тысячу долларов На хуйню И мне абсолютно Поебать Что Эта тысяча долларов Могла уйти На что-то невероятно Полезное Или на что-то Невероятно Не слушай Открывай шоурум Тогда еще Вот если ты настолько Любишь шмотки Реально Мне просто кажется Нет Я не хочу заняться Этим бизнесом Нет Ну хорошо Олеся Я не смогу Ну то есть Я люблю потреблять А чтобы это продавать Это нужно другой Склад ума Понимаешь Здесь Просто так окей У тебя она будет копиться Вот это Ну я бы Знаешь что я хотел Что ты делаешь Я бы хотела Я ношу все почти Ты все носишь Я каждый день Ношу разную одежду Увеличиваешь гардеробную Постоянно Скоро у тебя целая комната будет Ну там У меня много одежды Ну в целом Я бы хотел Знаешь что Я бы хотел В какой-то момент Попробовать себя В производстве Одежды Когда-нибудь Я не знаю Когда Ну не сейчас Точно Когда-нибудь Когда появится Какое-то время Я бы хотел Попробовать Сделать Какую-то одежду В плане Именно с дизайнерской Точки стороны То есть Типа Не только Принт А именно Придумать что-то Как-то Как я считаю И вот как-то Договориться С швеей Там так далее Съездить Возможно на завод Потрогать этот Материал И так далее И Ну знаешь Просто сделать Для себя Какую-то одежду То есть Может кому-то Понравится Кому-то Так Проделись у крафца Майки полотенца У крафца Крафца так сделал Майки полотенце Я помню Ну вот Видишь там Бренд Ричин стюпит был Дорогой и богатый А дорогой 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 Тупой Да И типа Майки Дорогие Но это просто Махра Белодица Это майка Которую приятно Делать после душа Такая концепция Была у Паши Сделал тоже Там 1400 А я кстати Почему я Четыреста тысяч Ой нет Штук Четыреста Почему я у Паши Тогда не научился Потому что он не говорил У него были прям Мешки этих Майк Я помню Я через несколько месяцев Приходил Такой чувак Ну что там Как Майк Да блять Просто всем раздаю Полный всос И я почему-то Когда делал носки Не вспомнил Эту историю А ты же тоже надел Носков Ну поймаешь Здесь конечно Вот пока мне просто Прикольно Типа носить какую-то Футболку со своим принтом Но хотелось бы Конечно Если этим заниматься Хотелось бы попробовать Именно Вот вглубь туда залезть Именно Материал Подобрать Крой Именно Понимаешь Просто Ваня Макаревич Заморачивается Да Вот Вот у него прикольно Он шмотки под себя делает Такой Это уникальное Какое-то его лекало И хорошее То есть ты видишь Что он заморочился И взял хорошую ткань Которая долго прослужит Да Но кстати Если уже мы говорим об этом Допустим Тоже Имеет место быть Такое Именно Такое Ощущение Когда ты покупаешь Дорогую Брендовую вещь И Если раньше Ты не понимал Допустим Я не понимал Зачем люди Такое покупают То сейчас я приблизительно Их понимаю Почему они это покупают Потому что Все-таки В этом что-то есть Пока у тебя нет Какой-то дорогой одежды Ты на нее хуй клал Но как только У тебя появляется возможность Что-то дорогое купить Есть ощущение Какое-то Возможно оно ложное Возможно оно какое-то странное Но какое-то появляется Такое ощущение Того Что ты Ходишь В чем-то Дорогом И смотришь На других людей Которые ходят Ну не Не как на говно Которые в том же Нет Ты смотришь На других людей У которых что-то подобное И ты такой О Вот Мы с вами Из одной Ну как будто бы Да Ну вот допустим Смотри Есть же вещи неоправданные То есть понятно Есть вещи там Очень-очень дорогие Но есть вот вещи Такого сегмента Которые ты можешь купить Но она вот так кусается И непонятно почему Типа Stone Island Да Ну типа Да Но это типа Там 25 тысяч за кофту И ты можешь ее себе купить А кофта прям такая же Как Да И я могу И ты можешь ее себе купить Но мы этого не делаем Потому что Ну это странно пока что То есть не так сильно Я люблю Stone Island Допустим Чтобы купить Вот я еще пока так Ну вот я допустим С такой Ну я сильно люблю Fred Perry Допустим Fred Perry мне очень нравится И недавно я попался На В Капкан Зашел просто в Fred Perry И там вышла как раз Коллекция С Рафом Симонсом Это какой-то Крутой дизайнер И у них вышла Очень крутая Коллекция Одежды С С фотографиями Панков Из 60-х Что ли там Или 70-х И там такие Прямо С Бладхат Какие-то панки Такие женщины Такие В основном Может некоторые Вичи даже болеют Не знаю Но типа Очень крутая Эта коллекция И мне повезло Меня узнал Продавец И продал мне С очень большой скидкой Пола Так бы я наверное Тоже не купил Оно стоило там Что-то типа 1017 Я думал что бренд Это просто типа Возможность потом Опять же Перепродать эту вещь Ну типа Ты берешь Гуччи И через Думаешь они этим занимаются Гуччи Думаешь они этим занимаются Я думаю что это как инвестиция Вот так они смотрят Ну типа Бланковых вещей Ты наберешь что-то Просто сдашь по килограмму Это тогда А типа балансиагу Ты походил Слушай в этом тогда пропадает прикол Если ты смотришь Покупаешь себе вот такую одежду И смотришь на нее Как на инвестицию В этом пропадает именно угар Понимаешь Когда такой Ну вот это вот Типа я купил себе Ебать что-то дорогое И в нем просто хожу И бля Мне вообще плевать Типа я сниму То есть в этом попадает угар Понимаешь Не понимаю этого А угар как раз в том Что ты Это же одежда Она не может быть инвестицией Понимаешь Это не золото Не технология Не какая-то такая Хотя что Золото тоже достаточно Сомнительная история Ну то есть это металл Хорошо А порвал ты свою ебучую Бланкиагу И все И что ты чувствуешь Вот Ты уже так сильно любишь Эту вещь задорого Мне кажется что Понимаешь Мне когда Вот это возможно Как будто здесь Я больше твою дочь понимаю Так я У меня же есть вещи Да Я тоже за это Но я имею ввиду что Мне кажется Здесь действует Небольшой библейский принцип Что такие вещи люди Покупают Не от недостатка От изобилия Понимаешь Что Когда Эта вещь рвется Ему похуй У него изобилия Этих вещей Мне кажется Нету людей Которые покупают Эту Бланкиагу И ходят в ней Только в ней И под стекло Дома ее кладут Когда приходят Здесь скорее Это уже Ну Перенасыщение Понимаешь Когда ты В этом Но я не говорю Что я зациклен Я тебе говорю Что я просто люблю Одежду И все И ее Но я не зациклен Не там Не слежу За трендами Я вообще Мне кажется Я не умею Одеваться На самом деле Я просто Люблю Это Потреблять Не знаю Да не Серег Я тебя всегда В штанах И в майке Видел Ты умеешь Одеваться Да Спасибо Ни разу не видел Чтобы ты штаны Одел на голову И такой Пришел Бля Хак Как я правильно Оделся Блин Я конечно Неправильно Неправильно Подобрал Я что-то Не так Сделал Так Ну что Я в целом Придерживаюсь Позиции Твоей дочки У тебя плевать Да Мне абсолютно Плевать Ну это здорово Я люблю Я люблю Прям старую вещь Я люблю Вот эту Вот эту Майку Дамакун С Дамакуном Мне подавил Таирыч Когда еще Жил в России То есть Это лет Десять Может быть Восемь назад Или даже так Крафт мне ее отдал После того Как Крафт Ее отдал Таирыч И С каждым годом И с каждой Новой трещинкой Она мне реально Все больше и больше Нравится А есть новая Такая Глянцевая Блестящая Такая С серфером Я вообще не ношу Видимо пока не состарится Не знаю почему А это кто тебе подарил Серфером Серфером Мама Не ну тоже Ты вот допустим В Америку Гонял Когда с Эллом Вы же пришмотились Мы пришмотились Ну вот короче Ну то есть Я в какой-то момент Поймал этот кайф Конечно таскаться Но все равно Я был вот этим чуваком Который Когда мы поедем На мой Когда мы уже А сколько Еще здесь То есть я видел Что у Элла Было больше блеска В глазах Я видел что он Вот в этом В своем Он плавает здесь А я такой Мне нужны кроссовки Легкие И чтобы не болела Моя ебучая нога И вот я этим и занимался Ходил и мерил Все вокруг кроссовки Ну это вообще На самом деле здорово Что у тебя Ну так То есть не то что Это не хорошо И не плохо Я бы так сказал Нет это просто Именно другой подход Мне реально Очень нравятся вещи Но я знаю Некоторые другие вещи Которые От которых у тебя Горят глаза На которые ты готов Тратить много денег Поэтому Ну видишь Тут каждому свое Да 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 И непонятно Что из этого лучше Здесь так ты И не скажешь Ну в общем Да блин Боба просто сумасшедший На йо-йо Обожаю Йо Вот это вот Качели Прям заморачиваются Вова обожает Йо Все время Пожирает Йо-йо Просыпая с утра Два Йо-йо Два Йо-йо Прям вообще Сразу Сайдалил И сидит И сидит Такой Йо-йо Блин Йо-йо Йо-йо Сижу тут Йо-йо 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 Подписчики Я юмаист Короче Я знаешь Чего хотел Серег С тобой Обсудить Видел Такого типа Как Тигран Каосаян Да Который Международную Пилораму Ну да Ага Ты смотрел его Какое-то время Ну типа Нет Глянул его Но я вот эти нарезки Только ублюдские Посмотрел Со всей хуйней Нет Вот я не смотрел нарезки Я короче Просто знаю в целом Что ублюдочный чувак Который бессовестно Да Бессовестно Вещает Но Я посмотрел Просто знаешь Как ради интереса Как я приезжаю к бабушке Иногда смотрю Россию один Или слушаю Я такой бабуль Че рассказывает И она мне рассказывает Что ей влили В голову За последние две недели Про белорусов Например Я такой Блин Нихуя себе Вообще То есть я Как только начиналось Все с Белоруссии Когда я приехал К бабушке Поговорить И такой Че там По новостям Они говорят Ой блин Там у бедного Лукашенко Проблемы Там что-то Какие-то иностранные Эти штуки Я прям такой Бать Майк и Ник Да То есть моя бабушка Первое время Она прям сопереживала Лукашенко Такая бедная Против батьки И я такой Серьезно бабуль Ну а что Ты подписал ее На нехту Не Я в целом Мои поездки к ним Это подписка На нехту Я им такой Вот это Это Вот это Не знаете И дед сидит Слушает И просто Грустнеет А бабушка Начинает Зачем ряжаться Даже не говори Такого И она Она просто Вот она У нее не укладывается И сам прикол Что бывает Вот разговор Доходит И мы Там Не знаю Час Полтора Мы что-то Разговариваем Она вроде как Принимает Мою позицию Знаешь То есть она Прямо Понимает Такая Я пытаюсь Вдолбить Что Не надо верить Всему Что говорят По телевизору Ну типа Она Она не понимает Этой концепции Как устроено Телевидение Не понимает Для нее Вот телек Как появился Тогда Что-то такое Почему только Правду Так типа Говорят И она Очень сильно Этому верит И вроде Мы как достучались Проходит опять Две недели И я приезжаю Снова К зомбированной Своей бабушке Которой Я опять Пробиваю Вот эту стену Недопонимания Когда она Фашистами Условно Называет Людей Которые Выходят С плакатами Живи Беларусь Понимаешь Она Измены понятий Каких-то Ну конечно Чем занимаются Ну значит Они хорошо Справляются Со своей работой Получается Эти чуваки Ну да Но в целом Не сложно Когда все Что есть у бабушки Во время пандемии Я искал сидеть дома Никогда не выходить Это ебаный телевизор Ну я Тебе надо украсть У нее телевизор Как в этом Как в реквим По мечте И продать его И купить ее На все деньги Украсть Не Я им новый телевизор Подогнал недавно Ну вот это Кстати Интересно Интересно Ты подарил им Иглу Потом приехал Так что вы на ней сидите Блин Блин Ну я не знаю Нет Они же могут на нем смотреть Нет Не эти каналы Нетфликс там могут смотреть Да Бабушка Нетфликс вообще точно Для нее там контента Просто Балдеть Я деда пытался Извини на блогеров Рыболовных подписать Да они все лохи Вот так он мне сказал Так я что-то посмотрел Ты можешь бабушке Какую-нибудь там подписку Там есть же какие-то Эти сериалы Где много там Сериалов там разных Вот Вот этой направленности Которой бабушке Могут понравиться Там Ну вообще да Как-то ее увезти Про какую-нибудь девушку Которая приехала В большой город Родила Ее в тюрьму Обязательно посадили Я не знаю Помните Да там предал Какой-нибудь Красиво залезанный мужик Забрал у нее детей И она в тюрьме сидела И обязательно Вот этот сериал Она в тюрьме приходит И там самая здоровая И жирная Зекша Хочет ее там Что-то с ней сделать Но вот Той характер Деревенский Она вспоминает Стойкая Да Она вспоминает Как она в школе Там Что-то там Да Она взяла Там раздала И все такие уважуха И она в итоге Пока как она сидит Она выходит уже Просто в авторитете И все такие Давай Зина Все спишемся И она выходит Из этой тюрьмы И все И значит И пытается быть обратно Нежной любимой Да И несмотря на то Что у нее За плечами Уголовный срок Она каким-то образом Просто становится Жестко бизнес акулой И уже в пиджаке И в брюках Приходит на встречу С этим пидорасом Который ее посадил в тюрьму И такая Забираю тебя все И ребенка И твое бизнес И все И он такой Ты что охуела И начинает К ней идти Чтобы ее Как-то физически Там ее побить Но тут подлетают Ее бывшие зэчки Та здоровая Которую она нагнула Потому что теперь Она лучшая подруга Да И она у него Теперь директор У нее охрана Да Они его жестко Пиздят И потом над ним Все смеются Что его девчонки Побили И он уходит Опозоренный Это видео в интернете Понятно Топиться в Москве Реке Да Ну вот Все Вот мы и посмотрели Да и вы Слушай В целом Можешь иногда набирать Мои бабы Чисто отвлекать Я таких сериалов Помню вообще Просто пересмотрел Кучу Бля Как мне нравятся Все вырезки И мемы В интернете С сериалом Детективы На первом канале Ооо Вот эти которые Как я люблю Это же разъеб Такой Это плохо Я смотрю Есть группа Вконтакте Я смотрю телевизор И радуюсь По-моему такая И радуюсь жизнь И смотрю телевизор Радуюсь жизни И вот этот сериал Там вообще много Так скриншотов Всяких вот этих Которые там И украинских шоу Дорогая Мы убиваем своих детей Там папа Папа попал Это папа Тата Нахата Или как он называется Это вообще потрясающее Мое любимое шоу Потому что Мне еще нравится Как украинскому Телевидению Вообще похуй Видимо на авторские права И они используют Там в этом шоу Популярные треки То есть там чувак сидит И у него играет 50 цент И там смешно Ну типа Как-то музыку они подставляют Которых Ну Навряд ли Ну я не знаю Навряд ли они платят За такое количество треков Ну хотя может и платят Как будто они Нет точно не платят Но как будто И спиздить не могут Нет Ну у них там Это показ на самом деле Но я думаю Что потелить не можно На самом деле Просто это То есть я слышал Что белорусское телевидение Когда-то спиздило Просто подчистую Теорию Большого Взрыва И назвали этот сериал Теоретики Вы же мы с вами рассказывали Да Была такая тема Писали о КВНчике Получилось полное Да-да-да Об этом узнал создатель Теории Большого Взрыва И подал в суд на них Но поскольку это выходило На государственном телевидении Беларуси Он подал в суд на Беларуси Да По факту И вот судился с Беларуси Где естественно Что-то проебал Ну естественно И все Но сериал К радости К счастью Не вышел Потому что там В интернете Можно найти там пару Пилотных версий Это полная хуйня Это шляпа прям Там вот эти Там эти физики Вот прям знаешь Вот такие КВНовские В таких очках Такие Я помню У нее еще вот такие большие волосы У одного из них была Такая большая копна волоса Но там В целом они взяли полностью Они взяли Шелдона Леонарда Там всех И всех сделали Очень непохожими И все очень плохо Очень плохо Для меня там прям было Отвратительно Помню этот сериал Короче Про Тиграна Этого Киаса Яна Не закончил И мне Я просто посмотрел Одно видео Знаешь С отвращением Не то что с отвращением Скорее с интересом Того как транслируется Эта позиция И вот что я там увидел Желание Закрыть Нахуй Ютуб Ну я реально Я вот сейчас с вами Это Короче Посмотри Там где Ну ладно Я никому не буду рекомендовать Видео Тиграна Киаса Яна Просто расскажу Типа в чем прикол Это вот именно то Что транслирует Правительство Через Тиграна Киаса Яна В интернет И он По сути Предупреждает Всем этим Что сейчас Идет работа Над тем Чтобы Контроль За СМИ В интернете Был У Нашего государства Конечно Конечно Они хотят Контролировать Все это очевидно Только они не понимают Как это сделать И навряд ли смогут Мне кажется Ну вот короче Блять Как будто Знаешь что Никогда Ну типа Да я согласен Никогда не говори Никогда Дай им время И они захотят И что-то Какую-то хуйню Намутят И они Вот условно Просто Я именно Меня поразило То как он Это говорит А почему Американцы Решают Какое видео Будет в топе Он реально Говорит фразу Ютуб Не раскручивает Видео Соловьева Он раскручивает Видео Дудя И Навального Он реально Такой Что это Ютуб Раскручивает И что Бедный Соловьев Бедный Не может набрать Себе аудиторию Потому что Ютуб Его не рекомендует Ну да Но на самом деле Если уж Копаться В этом Гораздо Конечно Несмотря на то Несмотря на то Что это Невероятно Дерьмовая Пропаганда И Саакян Отвратительный Человек Саакян Правильно Саакян Касаян Прошу прощения Да Касаян Отвратительный Человек Ютуб Твиттер И так далее Вот Всякие такие Площадки Они же тоже Не общественное Достояние Это коммерческие Предприятия Которые могут Делать то Что они хотят Так же Как допустим Твиттер Сделал С Дональдом Трампом Он никому не нравится В Америке Они взяли И убрали Просто у него Единственное у него Убрали лайки Там дизлайки Или что-то такое Это нормально Я думаю нет Это 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 уже не громогласная Свобода слова Понимаешь То есть они По факту Почему Это типа реальность Что ты можешь сказать Он создал это Он создатель Вот смотри Чувак Который создал Твиттер Говорит Я это создал Вы этим пользуетесь Я рулю как хочу Вот Так же может Случиться Вы ограничены Свободой Моих желаний Так же может случиться И с ютубом Понимаешь Так же может случиться С ютубом В какой-то момент Ютуб скажет Типа канал Соловьева Нельзя банят Допустим Или наоборот Он может сделать так Ну то есть То что Соловьева Канал банят Это хорошо Он отвратительный Нет Если бы его банили То это было Давало рычаги Как раз нашим чувакам Закрывать нахуй ютуб И говорить Все теперь смотрим только рутуб Ну Им еще придется Его починить Для начала И глаза нам выколоть Я к тому что А вдруг Ну ютуб А вдруг Ютуб Может куда-то Сойдет с ума Да И начнет Банить Хорошие каналы С хорошим посылом И что Такое тоже может быть Это плохо Ну плохо Ну вот они Этим и угрожают Что типа Вся власть В чужих руках Нам это не нравится Да Им это не нравится Да Но остается только Надеяться на Американскую демократию Что все будет хорошо Все хуево Это прям провал Надеяться Ты хотел бы переехать в Штаты Там жить Нет 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 Я уже говорил Я раньше думал Я первый раз приехал в Штаты Лет 10 назад Я именно такое впечатление и поймал Я такой Я хочу Здесь жить Именно жить Прям вот Было бы кайфово И Спустя 10 лет Последнюю поездку Я такой Я прям Ну Переезжать сюда навсегда Иметь возможность Приезжать Кайфовать Проводить здесь время Да Жить Строить здесь Будущее И даже Вот тоже Типа там Светлое будущее Для ребенка Ну типа Более светлое Хуй знает Как будто я вот сейчас уже чуть-чуть по-другому на это смотрю Я не знаю где оно более светлое Невозможно предугадать Я смотрел всякие видео По Про Нью-Йоркские трущобы И мне показалось что Американские подростки Гораздо более Жестокие что ли чем наши Может быть мне кажется Не знаю Ну то есть там чуваки рассказывают Такие вещи Возможно это выборка какая-то Знаешь там Из тех кто рассказывает жесть Но они рассказывают Прям как вот подростки Там Двенадцать лет Ну Буллинг Это очень жестко Рэкет Прям Прям То есть они где-то пушки приносят И так далее Ну вся такая история Ну да Где-то что-то такое Есть пушки разрешенные в стране И вот тоже знаешь Такой некий вариант Да я понимаю свои плюсы Типа они граждане Которые могут защититься Даже от государства У них это прописано В конституции Поэтому у них у всех Кто хочет может иметь пушку Так подожди Но с другой стороны Блин Я бы наверное хотел жить в мире Где ни у кого нет пушек Так подожди Ты говоришь Что ты про Кесена Мы не говорили Да ничего Да ничего Просто меня Напугало Меня действительно Напугало Посыл И количество информационных поводов Я даже когда он показывал Этого долбоебика Который бил головой Девочку с брекетами Апстол Которую раскрутили на пусть говорят Я даже на секунду Подумал Что это Заказ И цепочка Создания информационных поводов То есть мы берем Блогера Долбоеба Даем ему денег Условно на стримы Говорим Ты Долбоебись Ну Дальше Сколько в тебя влезет Потом ты делаешь Какую-то херню Мы делаем из этого Информационный повод Ты уходишь Из этого блогерского Нам нужен только Информационный повод Понимаешь Что типа Им сейчас Все Вот эти штуки Где на ютубе Кого-то отпиздили Где на ютубе Кто-то умер Или еще что-то Им все эти Информационные поводы Пиздец как на руку Ты в это время Пока я это придумал Ты крутил ее Звучит Звучит Какой-то заговор Не ну понятно Ладно Ладно Я наверное перебарщиваю Чтобы взять этого И взрастить Блогера Который будет Это конечно Перебор Да ну не знаю На самом деле Я надеюсь Что все-таки Понимаешь Вот я надеюсь Ты смотрел же Расследование Навального Да Который Единственным посылом Можно сказать Что типа Если в трех словах Говорить Все прогнило Все хуево работает В том числе И федеральная служба Ладно Я никому Короче не верю Прикинь Ну вот Подожди Но я имею ввиду Посыл вот такой Но я к тому что Вот сколько бы они Не кричали Что хотят закрыть ютуб Я очень надеюсь Что они могут Только кричать Что у них Инструментов нету Людей Которые это смогут Сделать Нету И Сама система Вот этой какой-то Кибербезопасности Или кто за это Отвечать будет Расхлябанная И нерабочая Я Ну представляешь Вот какой мы ситуация Что мне Я хочу надеяться Что в нашей стране Очень хуево Работает Какая-то Какой-то комитет Какая-то система Которая будет отвечать За возможность Закрытие Что за время Они могут Хуево Работающие Слушай ну подожди Сделать более-менее Нормально работающие Но тем не менее Они хотели закрыть Телеграм У них не получилось Здесь класс Здесь война Которую Дуров выиграл Здесь все здорово А как это Ну а с ютубом Еще сложнее будет Как закрыть ютуб Почему это сложнее Потому что Смотри Почему это сложнее Мне кажется То есть вопрос у меня Почему это сложнее Если Это всего лишь сайт А например Тот же порнхаб Сейчас Стоит там Эта штука Если вы В 18 лет И я могу Посмотреть Только через VPN Ну это Ну понятно Это обходится На раз два Без VPN Что с портхабом Вообще Вообще не смотрю Портхаб На самом деле Мы обсуждали Даже это По-моему С тобой Не знаю Портхаб Не смотрю Ну короче Просто закрыть сайт И сказать Что он закрыт Роскомнадзором Чтобы на него попадать Мне нужно будет Обходить Дождь А ты что Дрочишь Нет А ты Ух Слава богу Я думаю Вова дрочит Я еще с ним за руку Заролся Балдеть Слава богу Хорошо тут никто не дрочит Да Мы никто не дрочим Ты чего Ух Ух Черт Мы Мы 30-летние мужики Которые делают подкасты И играют в компьютерные игры Мы точно не дрочим Сто пудов Обожаю не дрочить Обожаю не дрочить Не дрочить Это мое Я вот прям сейчас сижу Я очень люблю Взять ее И не дрочить Я вообще очень кайфую Сейчас сижу Потому что не дрочу Блин Очень круто не дрочить Короче Надеюсь Что Надеюсь Я думаю Что у них Ничего не получится Я думаю Я знаешь даже на что надеюсь Я даже надеюсь На то что Мало того что ничего не получится Я думаю что У них вообще Нету Даже Мысли О том как это сделать В плане того что В техническом плане Что они даже не понимают Не понятно что Те которые хотят Это сделать Они вообще не шарят Они говорят Ну у китайцев же Есть великий китайский Фаервол они говорят великий тайский фаервол неудачно спародировал кого китайца нет я хотел русского начальника который говорит фаервол так великий китайский фаервол у них же есть ему они объясняют но они это сделали в начале возникновения интернета в самом начале теперь уже система по-другому устроен этот невозможно внедрить он такой сделай ты тупой иначе я своему племяннику отдам эту работу вот как-то вот так не знаю я точно мало что ли китайских блогеров и в ютубе не знаю смотришь я не смотрю мувший язык плохо понимаю нет у них нет ютуба бро я знаю но они же через vpn все сидят все в порядке ну вроде да вроде как бы есть такая движуха ну так и россия вообще страна хакеров все поломают у нас вообще самые какие-то безбашенные хакера да да наши шарит хорошо вообще на самом деле у меня вообще рука жопе плане компьютером я вообще вот сколько себя помню сижу за компьютером что-то ломается не открывается я пытаюсь сам нихуя не получается и потом кого-то зову и вот так сижу 20 минут пока чувак разбирается всем не включает я такой ну все я теперь играю вообще вот я вообще в этом плане я поэтому обожаю айс потому что она не дает мне себя уничтожить играть играть не дает айс для меня это вот это знаешь ну то есть андроид и windows это вот стол с углом острым а я как ребенок хожу и вечно бьюсь башкой блять пока нахуй я себе не разобью а и с это стол с такими накладками где я прихожу на какой-то сайт захожу и там скачать я такой скачать он такой нет не скачать и обьюсь и мне не больно и поэтому у меня с телефоном все в порядке и с ноутбуком у меня все в порядке но компьютер который у меня на на винды на винде блять постоянно с какой-то залу вообще не умею просто я вроде никуда не захожу ничего блять просто жанна фриске похудела блять на 17 килограмм после этого увеличение пенисов же кто-то кто-то у вас очень много смотрит порт на этом компе не только порно на самом деле не только спорно я же там смотри вот допустим я что-то монтирую такой а мне сюда нужна вот эта песня я вообще забиваю хуй я пишу песня скачать на первую же ссылку могу шлепнуть и только потом такой придет надо чуть-чуть хотя промотать там куда другую ссылку ну то есть я могу попасть вообще на самое дерьмо вообще на самое дерьмо меня поэтому пытались там как-то даже что-то там как-то где-то я попадался тоже взломать или чего забрали какой-то у тебя там аккаунт что-то пытались но я все там сказать все хакеров я вообще хакера всех своих подключил всех знакомых я хочу разбирать хотелось бы научиться конечно разбираться во всем этом ну ладно другой жизни так слушай мне уже тут пошли чуть-чуть все эти комментарии я через некоторое время мы их действительно по задаем но сначала будет донейшн эверс а потом уже чат ютуба закрывая тему с тем закроет ли наш youtube я точно понимаю что это им пиздец как выгодно было бы закрыть наш youtube и вообще сказать что это тебе антиправительственная организация какая-то если у них для этого рычаги и возможности обалдеть тебя смотрят 1900 человек да прикинь мне последнее время больше косарев я последний раз приходил тебя смотрел там человек пятьсотным поздравляете привет это все в обновлении канала привет подписчики раз вас тут 1900 подписывайтесь ко мне на канал серега тебя точно есть это подписывайтесь ко мне на канал ссылка в описании ну правда есть на серегу чё давай раз раз 1900 мы проговорим еще раз про твои туры давай 1900 человек внимательным вопросом слушаем про мои туры значит все ребята которые хотели бы посетить мои выступления в 2021 году вам вот памятка пожалуйста тур начинается в 2021 году в феврале в городе арханде ангельские закончится у нас в мае на сахалине но это не значит что мы с архангельска до сахалин поедем значит мы в архангельска начнем и по всей стране везде 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 поедем от севера до юга до дальнего востока и так далее так далее 50 городов будет в общей сложности больше половины этих городов уже есть на сайте сергеярлов.рф уже можно покупать билеты прямо сейчас потому что чем ближе к дате тем дороже билеты такое тоже бывает и практикуется будут концерты совместные с паше дедищем в куб больших городах россии с севы ловкачёвым и расулом чабдаровым также все мероприятия почти в деск вам все будут проходить не в барах и ресторанах как это было там год назад условно полтора года назад будем мы хотим чтобы вам было комфортно чтобы вы сидели на стульчках смотрели концерт что я артист я на сцене в зале да что было потрясающе насчет вообще всяких переносов и так далее не переживайте к этому времени уже должно все устаканится никаких не будет переносов и никаких отмен и т.д. и т.п. но тем не менее мы будем соблюдать все режимы которые нужны масочки там и так далее мерить вам температуру и даже если вдруг каком-то городе будет какая-то не отмена а какое-то типа ограничение мы просто сделаем два концерта возьмем вас сто процентов возьмем разделим по 50 процентов и сделаем два сам проговорить у меня тоже такая информация в общем у нас был конкурс во первых я разыграл билет на пора разбираться в прошлом видео и мне в прошлом видео уже прислали по моему два варианта картинок билет всего один на пора разбираться этот конкурс закрыт больше картинок не рисуем а конкурс по поводу заставки канала все еще продолжается 5k подведем мы результат какое сень число 21 22 декабря мы подведем результат конкурса на заставку она должна быть зациклена под музыку раджи си и там должен быть наш логотип а что за 23 а я неправильно сказал 22 декабря 28 искал 28 ручь из неделю а еще если вы не смотрели мой видео журнал суп посмотрите его обязательно да прикольная тема это по сути гастрольная жизнь комика да это ведь только вот в такой в таком мне кажется смотрели все 1900 что здесь практически гуглите видео журнал суп не смотри а ты в москве сейчас ближайшее время ты в москве выступая на бегах ведешь вот в этом в на этой неделе стою я весь его вы весь в кент серьезно га по воскресенье я веду big стендап и приходите так короче павел следов номер один и серега дайте бог здоровья покупай все что тебе нравится лишь бы тебе было хорошо и всегда было на что а вова спасибо за подкаст и всех наступающих спасибо паш сидоров блин паш сидоров блин пазди мумен блин вы спасибо и богдан лишенко какую войну дур дуров выиграл но я по ним я понимаю что он выиграл но по мне то что мы продолжаем пользоваться телеграммом это победа дурова вот об этом я имел ввиду это вот эти знаешь это чуваки да ну и что там он выиграл там выиграл то ваш дуров то блин понятно что это у него сейчас не очень все здорово и тон ему не дали запустить в америке но потому что американцы на самом деле очень грамотно к этому относятся ну да короче я к тому что все равно чувачка точно нельзя назвать тупым и он точно да короче данный шнеллер его можно назвать симпатичным будут прокрутишь чтобы я по порядку читал самого на патичный дуров это она или нет еще за текущий стрим бабла спасибо так погнали условно ренат как же ты спасаешь я заболел из-за контакта с к видом меня посадили на карантин в отеле слушай так это все это тот ренат мы теперь тебя разобрали ты ренат ижевск условно ренат и мы все думали что это не ты а это ты прикинь это пишет мне медбрат который приехал из ижевска здесь работать медбратом в красной зоне бороться с к видом он зарабатывает он мне в подкасте рассказал 200 косарей в месяц из них примерно 10 тратит на нас подкаст походу реально потому что значит каждый выпуск спасибо ренат выздоравливай прикинь зато он рассказал что он вообще не тратит бабок здесь кормят живет в отеле то есть эти 200 косарей это просто 200 косарей которые он с собой потом увезет в ижевск попробуй зайти в торговый центр так всем привет мир человеке первое вкус души второе какой самый дорогой подарок вы получали от кого не обязательно вова спасибо за маша на массаж ты был великолепен а это когда я руку себе мел а да спасибо или или кому я делал массаж что вот ты попался да нет или по меня руку мелся в прошлом подкасте наверно ну да конечно ну да поэтому он тебя благодарит да вроде да короче серёга какой у тебя душа на вкус душа на вкус да я думаю моя душа на вкус картошка с тушенкой хорошее похоже самый дорогой подарок который ты получал когда-либо не насти подарила макбук на новый год мне мама подарила машину мне не дарили машину никогда мне вообще мало дорогих подарок это честно но это некий короче это наш некий семейная штука мы сдавали квартиру я жил по другим всем на квартиру мы не брал у мамы денег это нет чтобы не было такого чтобы не просто чисто мама подарила машину вдруг не прям так было на эту машину всей семье копили долгое время и мама на 30-летие такая тачка я такой нет не могу похвастаться таким мне вообще ничего не дарят так мира привет очень люблю ваши эфиры очень рад вас видеть спасибо мира фанат вова привет можешь спросить у серёги есть ли такая возможность увидеть его в казахстане еще круто было бы в алмате а ты же был вроде не был еще пока почему это из-за заграна раз загран потом пандемия загран паспорт кстати у меня уже есть организаторы если вы организаторы вообще из снг бывшего или других городов европейских так сказать и не только европейских вообще где не распространяется законы российской федерации распространяется законы вашей страны напишите вот моему концертному директору дарья не она указана не в инстаграме везде на указаны найти и не так тяжело и мы обязательно приедем и в алмату и в казахстан ночью же хочется съездить куда-то за границу я вообще был так человек получил ты загран паспорт и такой ну все это будет первая моя зима когда я буду на пляже и как жестко отсосал блин хуёвлин жестких таких жестких карантинных хуёв как пососал блин вообще балдин не на в целом ты можешь до египта доехать ну и что мне там делать египте там сейчас холодно ну знаешь чё не ты чё ёбнулся там сейчас заебись там сейчас нормально 28 30 сейчас ты чего туда зимой надо ехать это летом там адски вообще ты когда ты сколько хочешь было 48 но все желательно так в египте сейчас 22 градусов ночи на 322 не днем 21 он серьезно нет это ты просто смотришь каир ты каир смотришь смотри шарм-эль-шейх что мне пожалуйста клубничный шарм-эль-шейх вот по год 25 извините 25 он будет до 29 час самое клевое время на самом деле ехать и в египет там клёвое море и для тебя это как раз на нормальное начало нового мира то есть все чтобы египет открышь и а открыт он египет открыт по-моему серьезно слизь хочу вроде по египет вроде египет открыт если до египте как раз едой очень сильно любил историю древнего мира там пирамиды вообще ребенку я вот я был пиздюком в египте и меня у меня очень порадовали пирамиды и все эти сфинкции я вообще с таким кайфом если я чувствовал индиана джонсон очень клево и это самое разъебное красное море ну красное море самое крутое в плане понырять посмотреть на рыб самая пиздатая вот вот это единственное что наверное если ты видишь красное море потом ты разочаруешься в том какие все остальные уебищные моря по сравнению с ним карибская да ладно карибская тоже норм но все равно не такое живописное будет как какая-то просто там это ты все время вот как в это давай начнем с того что я был только на азовском и на черном черное море мне вообще не понравилось и азовская тоже суши на все моря вот примерно как азовская черная большинство азовская вообще это был в мариуполе блин мариуполь в общем море это украина в мариуполе там был мариуполь привет я в тебе был пару раз детстве ел во дворе шелковицу так как чувак мы не закончим иначе реально классно доната евгения денисова в москве есть отличная команда по даже бжж стела тим там крутые тренеры и сама команда сама занималась год хорошую базу дают там же занимается боец юси саша волков саша волков успехов в партере на самом деле это спасибо за большой за совет но я выбирал себе сейчас зал исходя исключительно истерия территориального нахождения своего чтобы из дома было поближе ехать это все слышно сильно нет и зрителям не слышно ну в общем то есть я бы в целом мог ходить и туда где вот занимался вот на знакомительной тренировки но это очень далеко и туда на такси час ехал микинина у нас проснулся сосед и мы будем в темпе дочитывать комментарии донаты погнали погнали солен что мы не успели раньше будет надо мотать потому что это закон саша волков респект выиграл последний бой свой ногой в солнечное сплечение солнечное сплетение попал человеку в дыхалку и выиграл молодец усы гусейного вопрос сергея в одном из выпусков женский взгляд ты говорил что твой отец умер когда тебе было шесть в другом ты рассказывал как он тебе покупал стальной костюм на выпускной где правда о это потрясающие вопросы которые меня сильно заебли я не пойму а почему люди пытаются в этом найти какое-то вранье хотя это но ты рассказываешь про царю да у меня есть биологический мой отец он умер когда мне было три он погиб а мой отец который называю отцом который вот мой отчим ну если уже терминами воспитал меня вот с трех лет поэтому я называю его отцом потеряли прям люди пишут я расследование да типа вот говорил что у него отец умер а вот тут он так сказал а значит он врет и значит все мы разгадали его на 5 ты просто отцом ну а как ты отцом называешь и того и другого человека у них голове происходит путаница вот вот почему но лишь на по их логике ты должен говорить о чем да 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 ну следующий шутки говорит о чем ну типа наверное когда не очень когда не любит спокойной ночи это как мальчик сереже спокойно чего чем я очень тебя люблю так грубо звучит покой ныла чего чем спаси я хочу придать польшу привет своему отчиму я очень сильно блюд нужен такой за глупость так никто не говорит так биксите всем джам может это мунхоев заказывает sms бомбера может быть но судя по тому как у него было в финансовом состоянием когда он уезжал от меня он уже косарь вебал на то чтобы пранковать наш подкаст и мне кажется это много это раза так а в чем косарь по 200 рублей вот это атака на тебя смс атака 200 рублей все я помню я имею ввиду что у мухого денег не было да ну просто нет я не думаю что чувак станет тратить деньги на такие приколы нет я думаю что это не выходит за трясло на небесное кстати затрясло на теме носили очень рада что больше парней относятся к этому отрицательно вы замечательные люди аноним слушай нет на обычные нормальные люди но теперь все нормально относиться к этому отрицательно царство небесное максимум хоеву пусть земля им будет жестом пис сергей шикарный человек каждый раз в этом все больше убеждаюсь проявляет эмпатию прекрасно относится к женщинам отличный отец не просто так какая не просто так как такая шикарная жена досталась без лосины с бля бут с шоу талантов вау спасибо большое спасибо за такие теплые кстати мы там чуть не подарили же кстати после шоу талантов с кем там были пьяные какие-то ребята четверо и они себя агрессивно вели мы вчетвером вышли и мы вчетвером нас много было мы вышли на улицу и они там вчетвером стояли пьяные а я стоял в этих лосинах розовые футболки и в это это и он говорит слышь ты иди сюда мне горит я вручок уел сам иди сюда но мы короче чуть ромсонули с ним а я еще в таком видео нормально будут накидать таком виде но они типа ну то есть они были пьяные и он такой был прям агрессивный в плане того то есть а мы выходили мы домой собираюсь уже ехать я а я выйду не переодевался лето же еще было тепло было я хотел в этих лосинах для дома дофига ну дойти до такси просто и приехать кстати вообще потрясная я надел первый раз жизни лосины женские очень это очень удобно просто потрясающе особенно когда не леопардовый чувствуешь себя еще и по и по ипотажным обалденно просто обалдеть блин и не встать лосины респект подписывайтесь на лосины серёг спасибо тебе большое что не отвлекаешься на эту штуку мне надо уточнить у будза насколько это слышат зрители потому что у меня я просто с ума нахуй схожу же вы тоже сходите с ума да и бус простите пожалуйста я дочитаю комментарии потому что и перестоп донат и ребят стоп донат и спасибо на сегодня давайте дочитаем то что есть первый такой стример который стоп донат и не на на чем не закончим пожалуйста не давайте мне денег серёга ты а это я говорил это кстати муж написал так кристина шпак вова очень хотим футболки или худи бухарок лайв давайте скинемся вове на заказ первой партии такие же прикольно спасибо критина шпак во первых в прошлом подкасте был человек который писал мне по поводу мерча и создание интернет-магазина напиши мне в личку пожалуйста потому что я тебя потерял как у тебя же есть футболки чеки пау-ау да 10 штук а 10 да ну вот и в общем и худи я не знаю что делать и чеки пау-ау вы уверены чеки пау-ау вот это не к ним вопрос уверен что такое начало в общем короче давайте по поводу мерча что-то думать мне самому нравится мне тоже кажется что это классный способ доната и у вас остается какой-то сувенир будут повыше подними пожалуйста после кристины шпак тогда следующая страница респект за киш можно услышать три того любимые песни ноунейм пишет кукла колдуна ну классический кукла колдуна камнем по голове смерть гаря еще мне сегодня участие ехал пока слушал исповедь вампира тоже такая мне нравится ну в общем не много нравится их песен штук 20 точно могу залпом просто я понял меня тоже про дельфин тут спросили такой о бля ждал этого вопроса так привет вова вчера было даже на нас чуть не обиделся когда мы с кости пушкиным пьяный говорили что дельфин лох обосраны а реально вы педрацы я обиделся тогда а мы прям сидели в бане даже никто не не я не кости не слушали его нам пытался показать какой нахуенный а мы просто что нас отстал говорили все он лох обос слушайте я просто думал что наш вечер перешел в эту стадию уже это я помню про пушкин в сауне это потрясаю вообще как-то провели потрясающий вечер в сауне я вову и пушкин так привет спасибо за подкаст это я говорил серёга крутой чувак всегда приятно слушать надеюсь когда-нибудь приедет во владимир а кстати в этом туре будет у тебя владимир да вы может и будет надо посмотреть посмотреть на сайте сергея орлов . и вообще если вообще если вы заинтересованы и хотите купить билет в своем городе просто переходите на сайт там есть все города и они будут обновляться то есть будет проходить время будет появляться новые города поэтому что чекайте сайт и я буду выкладывать все дублировать там в инстаграме у себя стоит кактус кек привет во вчера был офигенный концерт гаррика был рад увидеть тебя и других комиков на разогреве правда нам не повезло сели между тех двух выкрикивающих бак трактористка сидела за нашим столиком реально прикинь разогреве у гаррика вчера выступают дэн вначале выходит разогревает разъеб вообще овации супер я выхожу немного очку потому что у меня нового материала не так много а гарик просит потянуть и короче выхожу и мне что-то импровизация пошла для меня не так часто но нормально то есть я вначале прям зашел там было вот и зацепился с девочкой у меня шутка была про то кто дрочил во время зум-конференции и реально одна девочка такая я и я чуть-чуть не зацепился мы повыкрикивали так весело и оказалось что это у них корпоратив и она сейчас на корпоративе призналась что во время рабочей конференции она подрачивала в общем забавно это обсуждать не это просто знаешь такой прикольный момент круто все это и я такой ладно надо рассказать последнюю шутку я как раз рассказываю шутку про ебучего соседа и мне в середине шутки с того же столика с которым мы только что классный выкидывают выкрикивают добивку и я вместо того что короче я теряюсь я прям видно то есть потому что я такой сейчас договариваю вот эти последние слова объявляю комика и ухожу за сцены был это прям конец уже выступление вместо этого я теряюсь начинаю посраться с ними говорит что нельзя выкрикивать короче меня немножко сломил вчера вот этот был момент когда хэклер меня чуть-чуть сломал это бывает знаешь как кстати вот сколько ты не выступал то всегда бывает я недавно вот ну не очень хорошо выступил как по своим ощущениям знаешь почему потому что просто запнулся выходя на сцену вышел раньше и короче вот сколько ты выступаешь и вот такая даже мелочь может тебя вывести эти первые три секунды пять вообще самые важные буквально в голосе надрыв или какая-то лишняя слюнька и все это вот это первые блять пиздец впечатления и если ты вылетел на уверенности фау-фау круто сказал первую фразу отбил все дальше все бывает такое что реально вот я что-то запнулся и вот ну так оно и поехало и я такой нифига себе даже так бывает обалдеть просто обалдеть это просто какой-то обалдеть слушай пишет снова пенис дитров это уже постоянный наш чувак привет не получилось бросить девушку ваши советы не помогли можно другой в общем он писал что он встречается с девушкой которая не та самая вася ему вчера посоветовал жениться а я посоветовал поговорить и расстаться его не получилось какой-то другой совет чувак ничего не нужно чтобы бросить девушку надо сказать я ухожу ну то есть что значит не получилось ты не смог сложить слова в предложение или ты замялся может она его держит за яйца да чтобы расстаться ну может ему тяжело и он боится причинить ей боль ну типа того но это такой такая история достаточно но я так быстро не обсудим приду подумай сколько боли ты причиняешь ей когда она живет с человеком который ее не любит сказал вообще как санта-барбара так движемся дальше сначала да вот отсюда чип что вы думаете про формирование привычек пытаетесь ли как-то себя делать лучше что такой вот такой вопрос действительно который такой на это на какие-то диалоги и размышления не так и вообще формирование привычки достаточно для меня туманная история потому что единственная привычка которая у меня есть это писать и выступать но она у меня выработалась ну тут сколько уже лет семь уже выступали 6 и вот она вырует но это потому что она мне это мне очень нравится все вот то что я делаю мне очень нравится я бы хотел себе конечно выработать себе привычку именно заниматься хорошую привычку типа вот заниматься регулярно спортом но пока у меня есть только дерьмовые привычки типа пришел домой пожрал вот этот тупая привычка блять я могу в 9 поесть 12 прийти домой не хочу есть но мне надо будет поесть потому что я домой пришел ну как дерьмо вообще я плане еды вообще до свидания я я думаю что я не психологически нездоров они еды безумец в этом плане я остановлюсь безумнее с каждым этого ужасно да блин ребят еще раз мы дико извиняюсь за всю эту хуйню с ремонтом давай я дочитаю пожалуйста дарата мне умею я не знаю мне очень удобно перед всеми вами учения это для меня это мучение жутко тоже пытаюсь слушать серегу он сверлит я думаю там будут снимает наушники психу и цок и я вообще нормально отношусь потому что я с этим не просто прикинь ты слушаешь наушников нормальных подкаст и мы настроили тут голос микрофоны и этот хуй врывается так спасибо за обновление студии и дизайна канала два раз радуется хорошего дня денечка ребят спасибо анастасия блин ты же наш пердактор пацаны говоря twitter и поддерживаю серегу может же быть две последовательные позиции первое каждая компания делает что угодно и запрещать например неграм и собакам ходить в кафе трампу писать в твиты писать ну собственно это было только первое второе он не написал а вон вторая вторая состоит в том что если мы договорились обслуживать всех в кафе мы должны запретить твиттеру не обслуживать например трампа серега респект слушаю хорошая логика чувак я тебя тоже поддерживаю логично если в кафе мы не можем говорить и поэтому нет кафе же может отказать клиенту в обслуживании может может но она не может отказать по расовому они не может да нет такая у них у них везде прописано что заведение может отказать вам в обслуживании без объяснения но по факту это мне кажется незаконно потому что есть всегда защита прав потребителя кафе является общественным местом да ты туда приходишь и хочешь получить вот какую-то услугу которой они предоставляют и вот эта вот история типа без объяснения причин мне кажется на незаконные везде пишут но мне кажется это хуйня какая-то мне кажется всегда можно всегда нужно юрист чтобы который это объяснит но кстати я юрист но ничего вам объяснять не буду круто они пожалуйста будут вниз я по-моему кирилла пропустил у сереги цирконевый браслет справа спасибо за слова поддержки вчера после операции все заебок теперь круто кирюха нет это вольфрамовый браслет до вольфрам а вольфрам это самый прочный слушай вольфрамовая нить в этих в лампочках я не знаю что это но вольфрам по моему проводник очень крутой просто люблю цацки что-то с ним он какой-то особенный так привет вова привет сереже не могу находиться на подкасте но держите эту соточку вы крутые спасибо хорошего дня мыша спасибо тебе во после открытия границ и чтоб недалеко то какой вариант выбрал бы ты шри-ланка и серф или горные гималайские деревни севера индии или оба север индии прикольно я там не был поэтому точно хотел бы но в этом году хотелось бы посерфить потому что очень мало физической активности было и хочется в тепло и погреться поэтому не если прямо сейчас я бы не в горы полетел я бы поедет полетел кататься на доске в великому я бы с удовольствием поехал куда-нибудь где я бы лег и потом сел а потом ел и лег и сел это премьер в море такая вообще за территорию отеля выходить смысла но нет но все таки я не знаю египет же карантин вот написал адриана что там карантин сейчас так как лиска поехала а муж тай нет короче там не все карантин там есть нормальный карантин как вот с египтом по моему что прилетаешь если в отеле живешь эти две недели 100 100 с тобой все в порядке есть какая-то тема что по возвращению там все нужно пробивать потому что тебя могут ты можешь там и нормально отдохнуть а потом обратно вернешься и тебя здесь в россии посадят дома неделю или тут а тут а ладно ребят по самом деле я больше в европу хочу чем вот на море да и ты тоже думал что ты больше такой чувачок который по этим мне бы европу да я бы европу хочу посадить что для меня пока вот все что вы там рассказать это сейчас какой-то другой планеты вот так вот не знаешь почему потому что типа мне кажется потому что это просто другая деревня нам прикольно в этой деревне побывать да но я когда разговариваю с людьми которые были в штатах или которые были европе не играют там люди вот так не делают там люди вот так делать и такой о господи а там люди также выглядят как мы для меня вообще это пока что надо ехать уже смотреть так гизма ребят спасибо за трансляцию очень жаль что сосед проснулся мне тоже очень жаль терра кстати прошел талантов это первое шоу на которое попала случайно искренне думала что это стендап это что там творилось конечно интересно лов почему так редко танцуешь жопа зачет кстати спасибо терра жопа зачет благодаря танц конечно интересно но вообще на самом деле надо в следующем году это учесть в этом году это не учли на панчлайне я попрошу организатор что типа люди на стендап шли когда нет что вот эти все панчлайн пати я понимаю что туда приглашают людей но нужно строго по спискам приглашать или как-то это регулировать чтобы туда не приходили люди вне контекста потому что когда была вечеринка панчлайн пати типа киллтоне как-то назывался стендап с комментариями пол зала почти весь зал техники безопасности делали люди которые ходят они вообще не они вообще вообще насрать им было почему человек выходит говорит шутку а три хуя сидят еще и хуесосит эту шутку и люди такие да вы чё вообще что вы тут делаете и ты им это вообще уже никак не объяснишь потому что они не в контексте и вообще мне кажется но вечеринки для комиков должны быть закрыты закрыты на потому что ну или туда должны попадать люди понимают ну я не знал я не видел этой проблемы я не был на той вечеринке в технике вот так и получилась кстати шоу талантов большого дан пу individually люди в контексте но как раз эти четыре чувака с которыми в итоге случился может не больше они были отдельно стендап я не знаю на что они вообще пришли как погреться как будто они пришли почему я редко танцует потому что в детстве натанцевался и неправда и иногда танцуют я просто танцую придет за танцу я просто танцует и идет так дальше будет мотает он уже за молоток принялся скоро будет сверлить батарею муж ты не прочитал мой коммент вова только мое имя и я не он а она блин видимо видимо сейчас будем мотать назад вот нерега ты классный уважаю тебя как человека за огромный жизненный опыт и как комик ты один из любимых но никак не могу попасть на концерт солдауты одни расскажи про дочь хулиганка ведь растет муж какой город в каком городе а каком городе вы говорите если вы говорите про москву то у вас есть потрясающая возможность сходить на мой концерт 4 января в к ц мир у меня будет большой концерт к цели там еще билеты продаются да или приходите в клуб на big stand up всю эту неделю четверга по воскресенье я веду все я теперь прочитал твой комент так лизо а еще в среду у меня в патриках концерта 2 19 до патриках все это страница все это вообще все епп слушай у меня было еще здесь буквально так диме 3 теперь ты хуяктор привет добро пожаловать а я кстати знаешь у тебя есть хуяктор и передактор и я заметил как тебе стыдно было это произносить когда у тебя в гостях сидели какие-то чуваки и по-моему из медицины я не помню и он такой или такой ну у нас там есть люди назвался груздем лезь в кузов говори при этих врачах хуяктор и передактор и они сидят рассказывать про костный мозг там что-то еще как это важно его доводать есть передактор и хуяктор и ира швейцова люблю не могу спасибо за все спасибо ира так ирмушаева теперь хуяктор супер канал грибоедовать спасибо тебе за респект я по-моему все прочитал будут на всякий случай обновить ничего надеюсь мы не пропустили если пропустились не обижайтесь присылайте на конкурс нам заставочки мне в личку еще неделю ну хочу именно вот эти 30 секунд нам и пиздим за кадром а обновить с новым логотипом да круто пожалуй все приходите на стендап приходите серёги подписывайтесь собственно если вы не подписаны конечно на канал серёги внизу ссылка в описании за счет в процессе написания новой программы нахожусь потому что старую я записал уже концерт в монтаже я думаю что в мае все таки в мае в прошлый концерт я выложил в мае я думаю периодичность раз в год выкладывать сольники это нормально там ну чаще это делать небольшое расточительство но тем не менее я уже смотрел него я смотрел картинку и так далее мы постарались сделать вообще качественно в этом году и хорошо лично еще качественнее постарались сделать да и я думаю будет хорошо в общем сольник серёги в мае с наступающим новым годом уже можно говорить насколько осталось пару недель как будто теперь все круто уже официально можно наконец-то вместо пока горит наступающим это я вообще обожаю это и можно прерывать любые долбоебские беседы это вообще с наступающим и все и сразу съемку это вообще это моя любимая пора можно конфликты прерывать только с другой интонации говорить знаешь когда тебе говорят молодой человек такой да все все наступающим потрясно просто мое любимое время все спасибо большое что пришел спасибо большое что смотрели всем хорошего дня всем пока спасибо большое спасибо спасибо Продолжение следует...